Ребята, всем привет, вы на канале Сафронов, и посмотрите, какой сегодня блогер у нас в Скуф подкасте, просто, это Джамбо Макс, человека 200 тысяч подписчиков, у него канал про Иксбокс, да, возможно, кому-то будет неожиданно, про что раз говорю про Иксбокс, так это намного, мне кажется, интереснее, поэтому, Макс, привет, спасибо, что уделил каналу время. Спасибо, спасибо, но у меня не 200 тысяч подписчиков, а чуть меньше, но я надеюсь, мы добьем, добьем обязательно, после подкаста это 100% будет, это прям 100%, так, о чем мы сегодня хотели поговорить, ребят, сегодня у нас, наверное, не будет никаких споров, там, какая консоль лучше и так далее, мы сегодня хотим все-таки сделать какой-нибудь ламповый подкаст, чтобы вы, там, мыли посуду, там, гуляли, просто включили на фоне, и мы беззаботно рассказывали вам о том, как круто играть на консолях. Макс, хотел бы начать с того, что ты начал свой канал и, в принципе, завел его именно про Иксбокс, то есть у тебя про Плейстейшн меньше намного, хотел бы узнать, почему так получилось, то есть почему ты однажды выбрал Иксбокс, а не Плейстейшн, не ПК и так далее. Ну и слушай, это, на самом деле, мега давняя история, вот, вообще началось все с 360-го бокса, по факту, если прям забегать очень, там, далеко, была Плейка вторая, но как раз-таки тогда, когда нужна была новая консоль, как раз-таки после ПК, было решено брать 360-ый бокс, вот, конечно, причина там, она связана с пиратством, все дела, потому что раньше это было нереально, так скажем, поднимать ценник новых игр, тем более, кстати, по-моему, лицуху было очень сложно найти, вот, как бы началось все с этого, а потом, когда ты втянулся в такие франшизы, как Gears War, Forza Horizon, там, не знаю, еще что-нибудь, да, привык к геймпаду, после презентации Xbox One, ну, не знаю, я лично понял, что это та консоль, которую я хочу, вот, и, соответственно, я ее дождался, ее купил, я брал предзаказ в 1С Интерес, я мега ждал, ее переносили в Россию, я чекал новости, кстати, такой мини-секрет, я даже стоял, по-моему, до выхода в какой-то группе, в чате, вот, и мы там днями напролет писали, узнавали, что, как, что, почему будет всякие новости, это самое, чекали, обсуждали их и так далее, вот, но проблема, конечно, была в том, что после как раз-таки выхода плойки четвертой, это сообщество мега поменялось, и почти, да, никого не осталось, все, короче, ливнули на плойку, но я ждал Xbox One, я верил, что он выйдет такой, который, ну, какой, какой, какой он анонсировал, или, в принципе, получилось именно так, вот, а что касаемо канала, знаешь, получилось еще так, что я YouTube-канал завел как раз-таки с Xbox'а, и конкретно эта консоль, она мне дала возможность творить, потому что у меня не было же нормального компьютера и так далее, и свои первые видеоролики я реально монтировал полностью на Xbox'е, то есть я через гарнитуру записывал звук, поскольку у меня не было микрофона, монтажики видео я делал, по сути, тоже на Xbox'е, и еще на Xbox'е можно было выкладывать это все на YouTube, ну, раньше, вот, и вот так как-то понеслось, началось, вообще, на самом деле, на самом деле это хобби, вот, и началось оно как хобби, да и продолжается побольше еще так как хобби. Ну, вот, ребята, к вопросу о том, что у кого-то нет денег на свет, на камеру и так далее, то есть монтировать можно было на Xbox'е, как вот Макс рассказывает, записывать все это, то есть главное, чтобы было желание. У меня по поводу канала началось так, что я очень давно хотел YouTube-канал, но я не знал, что записывать, то есть я не хотел YouTube-канал ради чего-то, ну, вот просто ради YouTube-канала. Купил PlayStation в октябре этого года и понял, что, блин, хочу узнавать, хочу рассказывать, то есть у меня, в принципе, суть канала в том, что что-то я узнал, что-то где-то послушал, взял и рассказал, типа, аудитории и так далее. А ты говоришь про Xbox 360, это не то время, когда он по 8 тысяч продавался, когда там 4 гигабайта памяти было? Я вот его приобретал в такое время, нет? Раньше? Не-не-не-не, сейчас скажу, была покупка, по-моему, в 2008 году, и первый Xbox Arcade мы взяли, по-моему, за 13 тысяч, это на то время, ну, так нормально было, а потом мы взяли как раз-таки элитку за 24, то есть это точно не 8 тысяч, вот, но там была проблема с приводом, что-то там всякие вот эти региональные эти, сам было тяжеловато во всем этом разобраться, но благо были люди, которые как раз-таки помогли это сделать. Ну, а ты вот, например, почему решил остаться, ты говоришь, что твои там друзья и так далее ушли на плойку, все-таки тебя эксклюзива плойки не заинтересовали, получается? Слушай, на тот момент вообще нет, то есть я как хотел поиграть в Gears 4, так и хочу поиграть, то есть это вообще-то. Почему не ушел? Потому что мне нравится больше экосистема, мне понравился кинек, мне понравилась вот эта тема, которую как раз-таки много кто не понял, с мультимедией, а-ля ты можешь как Цезарь, там, не знаю, играть в игру, смотреть через снэп, я не знаю, общаться с кем-то в скайпе, и все это как-то, ну, прикольно и классно было. Вот, единственная, конечно, проблема в том, что это мало кто понял, что, ну, на консоль, на которой ты можешь играть, ты можешь делать еще и другие эти какие-то вещи, а получилось так, что в умах многих людей, они думали, что вот есть игровая приставка, а на ней как бы нет игр, но есть все остальное, и поэтому это очень сильно, на самом деле, плохо повлияло на это все. Плюс задержка в России, по-моему, на год она была, то есть люди просто стали ждать, они хотели играть в какой-нибудь Infamous новую FIF-ку и так далее, и в итоге просто купили себе плойку, и зачем покупать Xbox в этом плане? Ну, во-первых, я изначально к этому относился не очень, потому что все-таки считаю, что приставка должна именно служить как приставка, то есть не являться прям полноценной мультимедийной системой. Но, с другой стороны, еще я слышал такой момент, что графика отличалась от Xbox на One и на PS4 именно по 720p и так далее. Разрешение, да, некоторые проекты, они действительно хуже шли на Xbox One, вот, и это очень немного побудило споров как раз-таки в сравнениях и так далее, и с учетом этого люди очень сильно хейтили Xbox. Хотя, по факту, вот я, например, вот, если не ошибаюсь, Rise, сын Рима, он шел как раз-таки в 720p, но когда я включал эту игру, мне вообще было пофиг, какое там разрешение. Вот, это, знаешь, на самом деле вопрос разрешения, это абсолютно такой же вопрос, как сейчас 4K, то есть сейчас вот-вот, 4K и так далее. Когда, знаешь, вышел Xbox One X, очень много было споров по поводу этого, что, мол, вот, 4K это must-have, все, меньше 4K это от 100 и так далее, но вышел Xbox Series S, многие покупают, играют и вроде как понимают, что разрешение это не главное. Главная, опять же, игра, ее стилистика и самая главная эмоция от нее, потому что, не знаю, я такой геймер, мне самое главное, дай возможность поиграть. То есть мне все равно, как она будет идти, главное, чтобы она просто была играбельной, и ты не ощущал какой-то дискомфорта. Потому что, когда вот игра лагает в 5 FPS, 10 FPS, да, это проблема, но когда там, не знаю, понижено разрешение в каких-то моментах, еще что-то где-то, меня это не волнует. Поэтому на данное сравнение я смотрел так, типа, да, оно есть, и вижу, что Xbox One где-то проигрывает, но давайте так, я сейчас подойду к телеку и скажу, меня это устраивает или нет. Да, устраивает, чем не переживать, вот и все. На самом деле, кстати, совет многим, если вы видите какие-то сравнения, то с точки зрения, например, статегии Xbox и там PlayStation, может быть, это как-то и кого-то волнует, но с точки зрения вас, самое главное, задавайте вопрос себе. Вам это нужно или нет? Вы на это обращаете внимание или нет? Потому что, если вы смотрите в экран, и вам, не знаю, нравится все изображение, которое вы видите, неважно, какой консоль вы играете, значит, вы не должны париться насчет этих всяких сравнений и там подобное. Потому что, знаешь, вот имея, например, плойку пятую, ну как имея, моего брата, пока он в армии, вот, не знаю, недавно вот начал делать опять видос про Xbox Series S, также играя на Series X, я понимаю, что многие вот эти споры о графике, о разрешении, они нужны лишь только при сравнении. Но, попользуясь здесь, например, отдельно этими консольми, я понимаю, что если включать игру, мне на это абсолютно все равно, потому что самое главное. Ну, вот ты говоришь про детальное сравнение, конечно, то есть если ставить лоб в лоб, можно много чего сравнить. Да, да. Единственное, как ты к этому относишься, я согласен, но просто видишь, когда я сам выбирал, типа, между четвертой плойкой Xbox One, какие обзоры бы я не смотрел, это был, наверное, 18-й год, вот только про то, что там низкое разрешение. Конечно, это так, видно, сильно расфорсилось, как вот Series S, например, сейчас, типа, от X, хотя, как ты рассказываешь, типа, ну, особой разницы не было, если тебе на это не плевать, например. Знаешь, сейчас многие могут написать в комментариях, нет, как бы разница, она была, она была заметна, просто нужно было понимать, типа, она для тебя важна или нет, потому что вот я могу поиграть, например, в Battlefield в 720p, но я, самое главное, чтобы у меня, например, был Kinect, и у меня была Geary. Соответственно, вот эти вот, там, 720p в какой-то игре для меня не важны, то есть, это, знаешь, чисто выбор на каких-то факторах, важно или нет. То же самое, как и сейчас, например, кому-то важен VR, кому-то не важен, ну, на плойке, там, и на Xbox, кому-то нужна, например, экономия выигры, да, а кто-то выбирает по этому поводу Xbox, а не плойкой, то есть, ну, как бы, самое главное, найти что-то для себя офигенное, потому что многие почему-то вот думают, что есть какой-то ответ или выбор стопроцентный, типа, вот ты должен в видосе сказать, что вот это точно лучшее, ну, такого не бывает. Для каждого стоп, к сожалению. Вот, в принципе, консоли девятого поколения, например, которые сейчас вышли, Xbox Series X, PlayStation 5, вот многие пишут о том, что там нет игр и так далее, вот ты как считаешь, что спустя четыре года, как выглядят сейчас консоли? Провальное поколение? Вот, я понял твой вопрос. Знаешь, вот для меня это поколение, честно говоря, скучно, вот конкретно для меня. Я не могу сейчас обобщать, что вот она 100% для всех так. Мне действительно в этом поколении скучно, потому что если вы взглянете на паблики, если вы посмотрите на каналы, вы поймете одну такую вещь, что много кто говорит не об играх, не о функциях консоли, а о каких-то стратегиях. Кто-то кого-то выкупает, у кого-то какие-то проблемы с точки зрения менеджмента. То есть, игровая индустрия, она превратилась, ну, не знаю, по крайней мере, в инфополе. Но потому что больше нечего обсуждать. Да, да, и в этом-то проблема, потому что я помню, когда был Xbox One, 360, и всегда все обсуждали игры. Игры. И вот этот вот, блин, а там такая вот игруха выйдет, а ты ее ждешь или не ждешь, а давайте вот в это купим, поиграем. Такого было больше. И, соответственно, если, опять же, внимание обращать на девятое поколение, такого меньше, соответственно, как бы, игр, которых можно было бы ждать, которых можно было бы обсудить и, не знаю, посоветовать всем и вся, к сожалению, не так много. То есть, ну, не знаю, как ты, но я, например, девятого поколения ждал какого-то прорыва. Вот именно, знаешь, как это было между седьмым и восьмым поколением, когда нам, например, показывали Battlefield, да, и там, я не знаю, целый небоскреб падал, пофигу, что он был там заскриптован и так далее, но это было классно. Или тогда, когда ты включал, там, Rise and Rim, и ты понимал, что там графика, ну, просто невероятно. И, заметьте, мало кто объяснял, что, смотрите, у нас какие-то анимации, у нас включены RTX и там подобное. Ты просто видел, видел вот это, то, что тебе показывают на экране и офигевал, и просто говорил, я хочу в это поиграть и так далее. Не знаю, вспомни Uncharted, вспомни там Бог Войны, когда тебе показали такую графику, или Spider-Man. Что вы понимали? Да, там зал, Макс, вот я тебя перебью, извини, ты вспомни презентацию, когда это показывают, там зал хлопал, недавно смотрел, Got of War хлопал зал, Spider-Man хлопал зал. Не, но они всегда хлопают, им, потому что по-другому никак нельзя. Где сейчас такие игры, чтобы похлопали, где сейчас такие игры? Знаешь, они выходят, но крайне редко, иногда не так удачно в начале, то есть, например, взять Cyberpunk. По факту, это очень классная игра, всем советую. Это офигенная игра. Офигенная игра, да. Но проблема в том, что в начале она, к сожалению, вышла не так хорошо, как хотелось бы. Были лаги, недопонимание, да, кто-то возвращал деньги за игру и так далее. Вот, но потом, исходя времени, фалк, вот, офигенно. Вот, и, соответственно, не знаю, опять же, как выйдет Warhammer, будут ли там лаги, баги и так далее, тоже ждем, играем. Но, опять же, вот, знаешь, наверное, в девятое поколение я покупал, ну, намного меньше игр, чем восьмое. Там, не знаю, всякие Бэтмены выходили, Uncharted, не знаю, Gears War и там подобные. Как-то кошелек опустошался намного быстрее, нежели в девятом. В девятом ты купил подписку, ждешь. Видишь, мы с Серегой разговаривали по этому поводу, с Серегой Тараном, почему так считают? Смотри, прошлое поколение, когда было PS4, Xbox One, ты просто вспомнишь, что вышло за эти 10 лет, там вышла GTA V, там вышла Dark Souls 3, там выходила вот Spider-Man, God of War, там Red Dead Redemption 2. Там просто, помимо каких-то эксклюзивов на бокс, они просто еще клепали, ну, такие игры, которые сейчас стали легендарными. Сейчас таких игр просто не выходит, поэтому кажется, что, ну, какие-то выше там эксклюзивы туда, какие-то обратно. Поэтому кажется, что оно скучное. Но если посмотреть в тот момент, я вот недавно делал ролик, ну, как, может, пару месяцев назад, эксклюзивы PlayStation с 10 по 20-е года. Их-то, на самом деле, ну, не так уж и много, но по сравнению с тем, сколько игр вышло хитовых, Ведьмак 3, вот, это представь, это вот на протяжении трех лет все это вышло. Конечно, люди сейчас оборачиваются и думают, нифига, какое было крутое поколение, а сейчас вот такое. Ну, видишь, например, это с нашей колокольной, которые как раз-таки прожили этот момент. То есть я всегда вот на это акцентирую внимание, что у нас есть некий опыт. Вот проживи, например, седьмое, восьмое, девятое поколение, у тебя на это все будет немножко другое мнение. Да, такие вот, наверное, как у нас. Не знаю, напишите в комментариях, если вы как раз-таки прожили, и если у вас такое же мнение или наоборот. Вот, но если ты только-только входишь в этот мир видеоигр, то тебе он покажется великолепным. Потому что у тебя, по сути, за два гроша есть как раз-таки доступ к этим всем хитам, и у тебя еще наваливают множество игр, которые как раз-таки еще не вышли. И ты такой, вау, ребята, в смысле скучно? Да тут столько бесплатных игр и так далее. Но проблема в том, что я тоже недавно записывал ролик про «Раньше было лучше», и... Да, мы... Извини, перебью, на стриме смотрели, кстати. На стриме смотрели, лайк поставили. Посипки, посипки. Раньше, не знаю, игры приносили как-то больше удовольствия, и самое главное, каждая новая часть, она чаще всего была намного лучше, чем предыдущая. И это как раз-таки вызывало очень сильный фурор. Сейчас, например, если выходит какая-то игра, например, год, ну, «Бог войны» там 4, «Бог войны» 5, несмотря на то, что там разница в поколении, все дела, все равно это плюс-минус одна и та же игра, которая, может быть, и выросла, но она выросла не так, что офигеть, это знаешь, как разница, например, «Сан Андреас» и «ГТА 4», да, вот предыдущая часть или потом. Или, например, там, не знаю, «Ведьмак 2», «Ведьмак 3», или, например, «Бэтмен Архам Сити» и «Бэтмен Архам Найт». То есть вот этого какого-то прогресса, он ощущается не так сильно. Макс, ну, это называется «Аккуратный сиквел», то есть для того, чтобы не рисковать, то есть вот маленько его выпустить и так далее, то есть они поэтому так и делают? Не-не-не, тут, знаешь, опять же, они бы, например, могли бы там увеличить, не знаю, увеличить, улучшить графон, сделать еще что-то, то есть, знаешь, как сказать, «Аккуратный сиквел» — это обоснование, когда он вышел, но в целом всегда можно сделать намного лучше, чем в целом все выходило, например, взять того же «Спайдермен 2». То есть, несмотря на то, как бы он мне там понравился, да, мне реально классно, эмоционально все это качнуло, но я понимаю, что, например, он не сильно далеко ушел от первой части. Ну, в смысле, не кажется так, что почему это делали в 5 лет, то есть вот в этом плане, да, да, вот именно из-за этого как раз-таки чувства угощаются. Но, например, God of War 4, не 4, который вышел, Ragnarok, я прям в восторге был от графики, то есть вот какие-то прям локации, много локаций, я прям очень много что скриншотил, звал жену, говорю, иди посмотри, то есть вот прям красота, боевка и так далее, то есть мне понравилось. Я понимаю, да, что это тот же билд, та же самая игра, но побольше все-таки эмоций вызвало, чем первая часть, может быть, потому что я первую часть 2 или 3 раза прошел и так далее. Но вот именно с «Пауком» вторым, да, там больше динамики и так далее, но я прям побежал его покупать, вот как только купил PlayStation, то вот я только ради него побежал, прям огромный фанат. Но, опять же, потом, остывшись, думаю, а что вы делали 5-6 лет? Ну, это жестко. Как будто старый билд, ну да, динамику накрутили там и так далее, но что вы делали 6 лет? Я не понял. Ну вот абсолютно такие же вопросы к новым играм, по большему счету. Почему, например, за столько времени не вышло, например, продолжение Гири? Вот для меня это прям вопрос. То есть, например, если в поколении 360-го мы смогли заметить 4 части Gears War, 1, 2, 3, Judgment, то в поколении Xbox One мы смогли заметить 4-ю, 5-ю и Gears Tactics, но Gears Tactics такая промежуточная, то в Xbox Series мы можем наблюдать только одну гирю и то, которая не вышла, и не факт, что вообще выйдет, но, типа, очень большой какой-то разброс сейчас игр, но, опять же, ждем, кайфуем, по-другому никак. Ну, Макс, вот расскажи, вот, может быть, кто-то меня поддержит и так далее. Я про гирсы смотрел, когда у меня был там Xbox 360, думал покупать. Это же, по сути, стрелялка, ты, ну, скрываешься за укрытием, стреляешь, да? Да, по сути, да. Если по-простому, это шутер от третьего лица с элементами укрытий. Но это как Uncharted или нет? Нет, без паркура. Uncharted — это, ну, не равно, а что-то близкое к Tomb Raider, Ларе Крофту и так далее. Гирза — это что-то по типу, если самое близкое, The Division. Ну, вот, именно по механикам. Если по механикам, по концепции игры, это история с мультиплеером, ну, наверное, так же, как и... Даже не знаю, что тебе такое близкое назвать. Короче, это не лутер-шутер, а вот именно это самое. Вопрос задаю к тому, что в это интересно играть много и ждать такую игру, где ты из-за культуры стреляешь. Слушай, а тут всё на вкус и цвет. Абсолютно, ты знаешь, то же самое может задать вопрос, а неужели интересно, типа, влетать по Нью-Йорку на паутине? Тут же детская какая-то штука. Нет, знаешь, во всех абсолютно спорах есть имхо. Ну, то есть, собственно, мнение, когда вот тебе нравится эта серия и так далее. Знаешь, кто-то, например, капец, как любит Дюну, да, многие скажут, чувак, я вообще не шарю, мне пофигу. Кто-то Звёздные войны, да, для кого-то это просто величайшая серия на Земле, на планете в тысячелетия, а для кого-то это, ну, пив-пив, пау-пау, что, нашли, я лучше, там, не знаю, Мухтара посмотрю, то есть такая тема. Вот, поэтому, да, многие, например, моменты кажутся очень странными, типа, разве интересно в это играть? Да, интересные вопросы. То есть, как бы, я кайфую, мне пофигу, типа, что, кто думает и так далее. Я жду Гири, капец, как. То есть, мне нравится эта и вселенная, и в мультиплеере побегать. Потому, ну, ещё, знаешь, прикол Гири в том, что это игра, которая практически не имеет аналога. То есть, такой брутальный шутер, который можно и пройти в кооперативе, и в который можно, там, не знаю, поиграть в какую-нибудь Орду, в мультиплеер и так далее. Вот, тем более, это один из за последнее время тайтлов для Xbox, который действительно я жду, и который вот прям вот готов купить прямо сейчас. Ну, вот ты говоришь, что ждёшь гиров, а многие игроки, которые купили серию СС, вообще, в принципе, ждут какие-то игры. Только потому, что долго игры под серию СС. Вот я хотел про это поговорить. Как ты считаешь, в итоге Xbox Series S — это костыль для игровой индустрии? То есть, для него, ну, сам понимаешь, что почему многие игры выходят на PlayStation на год, а потом на Xbox, только потому, что не могут оптимизировать? Вот как ты к этому относишься? Было ли у тебя серия СС? Сейчас, знаешь, что касаемо Xbox Series S, здесь палка в двух концах. Я тоже разбирал этот вопрос и почему это всё происходит, но на самом деле Xbox Series S — это не особый костыль. Это просто, знаешь, более какое-то... сейчас даже подумаю, как это правильно сформулировать. Альтернатива? Нет-нет-нет, это лишний геморрой для разрабов. То есть, сейчас, как я понимаю, разрабочники не особо любят оптимизировать и так далее. То есть, меньше хотят работать. И вся проблема упирается, опять же, не в мощь Xbox Series S, а в том, что вообще в целом Xbox Brand, он менее популярен, чем PlayStation. Потому что, если бы, например, ситуация на рынке была бы наоборот, что, например, Xbox, если б бежал вперёд, а PlayStation так его догоняло, то на Series S и Xbox Series X, по вере, игры делали бы абсолютно так же, как и сейчас на плойке. То есть, здесь уже... не понял, да, мою мысль? Я просто подумал, что ты наоборот скажешь, если бы, типа, на плойке было бы, например, PlayStation Series S, например. А, ты имеешь в виду... Можем так сказать, да. Если, например, на плойке был бы, там, PlayStation Series Slim, к примеру, да, и она отличалась бы мощной, то, возможно, бы затыка не было, потому что Sony, она идёт больше навстречу разрабам и делает всё, чтобы как раз-таки их проекты на их консоли выглядели лучше. Это, знаешь, возьми, например, ситуацию Series X и PlayStation 5. Казалось бы, да, вроде на листке, там, не знаю, по всем параметрам Series X, он помощнее. Но она явно мощнее, это самая мощная консоль, которая есть. Но, но, но многие игры, они идут почему-то хуже. Например, возьми ситуацию с протоколом Callisto. А так мы, Макс, мы разговаривали с Серёгой про эту штуку, что Sony отправили туда своих чуваков, сказать, якобы, мы под, мы доделаем, в итоге всё испортили для Xbox, сделали лучше для, ну, для PlayStation. Нет, ну, слушай, что касаемо испортить, я не знаю, могли ли они, потому что это как-то очень странно, но проблема в том, что, ну, исход ситуации на плойке, данный проект выглядел лучше изначально. Это факт. Почему? И, типа, привязывать Series X, это бестолк. Вот знаешь, я вот, например, сегодня ради теста, да, и ради видоса запускал Series X. Я, там, не знаю, играл в Cyberpunk, Fortnite, First Distant, короче, новые, вот, это японская RPG-шка какая-то там. Потом я запускал Allnwake, и могу сказать, что тяжёлые проекты по графике, технически, они идут там нормально. И мы знаем множество примеров, в которых как раз-таки они выходили в срок. То есть здесь, мне кажется, проблема больше, знаешь, тех или иных разрабов, и их надобности делают. Например, недавно случай был с двумя азиатскими играми, которые как раз-таки перенесутся на неопределённый срок. Это, по-моему, Wukong и этот Phantom Blade. То есть здесь нет эксклюзивных, например, соглашений между консолями, но почему-то эти проекты выйдут потом. Вопрос, как бы можно обвинить, ну вот, это всё из-за Series S, но Microsoft могла бы просто встать вот так вот руки в боки и сказать, чуваки, давайте так, мы вам либо заплатим побольше, либо там просто поможем сделать что в срок. Вот, просто проблема в том, что Microsoft почему-то не идут навстречу к ним, и это меня как бы, ну, немножко беспокоит. Они, может быть, тоже как бы не видят в этом смысла, но я считаю, что если у вас есть, например, какая-то более младшая консоль, то вы должны помогать разработчикам как раз-таки оптимизировать проекты, чтобы не было таких ситуаций, и ваш потребитель, сидя на Xbox, получал ровно столько же, сколько и ваш конкурент. Потому что сейчас получается, ну, действительно очень странно. Как бы, можно, да, опять же сказать, вот, у неё там этого не хватает, ну, извините, но есть же игры, есть же, там, не знаю, проекты, которые выходят в срок, и опять же, с хорошей оптимизацией. Но почему опять же так происходит, непонятно. Ты знаешь, то же самое, как и даже с эксклюзивами такая тема. Можно, опять же, обвинить, сказать, ой, Xbox Series S это обрубок, но сначала они говорят, что, извините, мы там не можем сделать 60 FPS, потом, бах, они делают. Опять же, тот же Cyberpunk. Вопрос. Starfield, тот же Starfield. Starfield там, видишь, по-моему, они так и не сделали 60 FPS, конкретно на этот самый Xbox Series S, но там появился мод с разблокировкой кадров, что в целом игру всё равно делают плавнее. То есть, ну, это, как и беседка, это, мне кажется, вообще отдельный разговор, потому что они очень ленивые, и всё за них делают, по сути, сами пользователи всякими модами и так далее. Но ситуация, да, в любом случае, она как бы не особо прикольная. Вот. Но знаешь, с другой стороны, если бы не было Series S, возможно, разработчики вообще бы не парились и больше забивали бы Олд на оптимизацию. Может быть, даже такое. Слушай, ну ты вот сказал, что я, знаешь, что не понимаю. Например, PlayStation, несмотря на то, что у них одна консоль по мощности и так далее, отправляют куда-то разработчиков и так далее. Microsoft сами делают такой уровень, что у нас две консоли, и если хоть одна, ну, типа, не выходит на одну, мы не выпускаем вообще игру. То есть, получается, мы берём на себя двойную ответственность. Так получается, как ты говоришь правильно, надо отправлять разработчиков, мы оптимизируем. Почему они этим не занимаются, для меня это непонятно. Слушай, я давным-давно говорил, вот с моей колокольни я вижу так, что Xbox конкретно, да, сейчас неважно продавать консоли. То есть, они сейчас как-то не особо их пиарят, они больше как-то акцентированы на то, что поднимает число подписчиков, сервисов. То есть, они всегда этим зарабатывали и зарабатывают, а на Xbox они, ну, немножко забили, к сожалению, болт во многих вещах. И то есть, я, например, в девятом поколении я не особо вижу роста, продвижения по каким-то фронтам, потому что если в поколении Xbox One они придумали обратку, они придумали подписку, они там, не знаю, потом что-то еще сделали условно, да, как бы они пытались, они что-то делали, то в этом поколении они максимум купили студии, да, еле-еле как выжили из них игры, которые на самом деле получились крайне спорными, да, тоже Hellblade, все ждали. Блин, ребята, это стартовый тайтл Xbox Series X, в итоге он вышел недавно, и по сравнению с первой частью он мало чем вообще в целом отличается, кроме графики. И как бы, что вы делали 6 лет, опять поднимается вопрос. Вот, просто не знаю, к сожалению, к ним в голову не залезешь, что они хотят и как, но вся эта ситуация как раз-таки с борьбой консоли, она очень, ну, не знаю, плачевна, потому что Фил даже несколько раз говорил, что вот, мы вышли с консольной гонки, и поэтому на Xbox им как бы вроде бы не пофигу, но вроде бы как бы пофигу, потому что, опять же, ну, обычному игроку вообще на самом деле на это все фиолетово, потому что я просто давно за этим слежу, вот, и мне как-то боязно за это, поскольку новый Xbox может быть совсем не таким, каким был вообще раньше. Но просто при чем здесь игроки, которые, вот смотри, они купили, допустим, Xbox, да? Ну, Series X, дорогой, такой же, как плойка. Хорошо, на плойку выходят какие-то эксклюзивы, но мультиплатформа почему не может выйти день в день? А, я тебе объясню. Это абсурд. Нет, 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 они правильно делают. Почему? Потому что Xbox Series это одно поколение. Если они дадут хотя бы малейший, хотя бы малейший звоночек на то, что, ребят, хорошо, ладно, мы выпустим сейчас для Series X, а потом выпустится для Series S, то они отчасти могут подтвердить то, что Xbox Series S может тупо не дожить до конца поколения. У многих такие теории ходят и так далее. Поэтому, если они держатся всей вот этой консольной тематике, а-ля выходит консоль, она, там, не знаю, тянет игры до посинения, то Series S, она должна быть равно Xbox Series X. Это, знаешь, то же самое, как восьмое поколение. Вот, на самом деле, зря вы не верили многие по поводу Xbox One X. Многие же думали, что он как раз-таки будет новым поколением, что, смотрите, какой он мощный. Вот, типа Xbox One уже помирает и так далее, а получилось как? Ребята, все, блок, Xbox One пока, Xbox One X пока, вот вам две новые консоли. Xbox Series S и Xbox Series X. Вот, к сожалению, даже, может быть, и к счастью, в консолях есть одно правило. Все консоли, вышедшие в одно поколение, они доживают до конца. И вот этого разделения между играми, они, если сделают, то это будет какое-то исключение из правил и просто какая-то резонансная ситуация, потому что, ну, так быть не должно. Xbox Series S это, по сути, одна платформа. S и X это лишь модели. Поэтому, если не выходит какая-то игра под Series S, она не выйдет под Series X. Макс, объясни мне тогда, почему, раз вы взяли на себя двойную ответственность, почему люди, которые купили Series X, большую консоль, должны все это страдать? Почему вы не отправляете разработчиков и так далее? Вы должны этим заниматься, потому что люди, которые купили полноценную приставку, которые решили себя ни в чем не ограничивать, ни в 2К, ни в FPS, ни в чем. Я купил себе консоль, как стоит PlayStation. Почему я должен ждать игру два месяца? Потому что ты взял Xbox Series, а не Xbox Series X или Xbox Series S. То есть для них это нет деления. То есть ты взял Xbox Series. Если так, то все потерпит для Xbox Series, она сейчас не выходит. И знаешь еще в чем прикол? Аудитория Xbox Series S, она превышает Xbox Series X. Поэтому им невыгодно сказать, ладно, ребята, смотрите, вот вам там... Погоди, реально? Series S больше продали, чем X? Можешь загуглить, там процентовка, по-моему, 75 на 25. Да ладно. Если я не ошибаюсь. Давай сейчас загуглим даже. Не верю. Да ладно. Ну тогда план-то сработал, в принципе. Сейчас. По-моему, 75 на 25, если не ошибаюсь. Короче, в любом случае Series S продали... Больше, явно, да? Больше. Это 100%. Но на сколько, вот не помню. По-моему, 70 на 25. Если я ошибся в комментариях. А я просто во всех своих роликах говорил, что прикольно, что Microsoft такое сделали, как бы дополнение для тех, кто прям геймингу, ну так себе, типа, прийти после работы. Но если это опережает основные продажи бокса, ну, это охерень просто. Так, знаешь, может быть, они как бы на это не рассчитывали, но Series S, он пользуется намного большим спросом, нежели Series X. Это, к сожалению, правда. Вот. И, соответственно, как бы делать такую штуку, которую предлагаешь ты, им тупо невыгодно. Типа, они, например, вырезают 75% ради 25. То есть это, ну, вообще, типа, чувак, это нехорошо для бизнеса. Поэтому, как бы, потерпите. Вот и все. Я говорю, единственная проблема в том, что они не идут навстречу так же, как Sony. Потому что они как раз-таки должны по таким мелочам бежать и говорить, ребят, что-то у вас не получается, давайте мы что-то сделаем. Они должны это первым делом делать, потому что у них двойная ответственность, у них две консоли. Видишь, проблема в том, что иногда у них это не получается. То есть ситуация с Балдором, она показала, что в целом они там даже, по-моему, отослали чуваков. Да, своих. Но они при этом что-то урезали, но в итоге выпустили. Нет, они же выпустили потом. Ну, они на сервисе в любом случае выпустили. Они просто там убрали какой-то вид. Они убрали расселенный экран, то есть сплитскрин на сервисе. Но даже это не помогло выпустить в срок. То есть у них все равно был перенос и, ну, типа, выход непонятный куда и зачем. Вот. И даже, так скажем, при таком раскладе они все равно идут на компромиссы. Не знаю, опять же, может быть, это как его, проблем в разрабах. Может быть, с точки зрения инструментов. Потому что тогда, когда, не знаю, выходил Xbox One, я тоже за этим следил в плане того, что оптимизация. Потому что, ну, игры были хуже, да, и так или иначе ты все равно смотришь, когда же будет Xbox победа. Вот. И там проблема была в том, что они там кичились. Вот, у нас есть инструменты по супермега оптимизации, все хорошо. Но вот девятое поколение все равно есть какие-то темы. Я не знаю, почему, но мне кажется, что просто в этой теме Sony просто более прошарены. И они больше как-то идут навстречу разрабам и с точки зрения своей популярности. Потому что им как-то проще и легче это сделать, заставить, нежели Xbox. Потому что, ты знаешь, как, не знаю, я всегда привожу пример Windows Phone. Ты знаешь, что это такое вообще? Windows Phone. Lumia, Lumia, конечно. Да, 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 вот. Не знаю, почему, но мне с точки зрения Xbox видится, опять же, такой же сценарий. То есть, как бы, классное устройство. Она по хорошему ценнику. То есть, оно чем-то даже может быть лучше своих конкурентов за счет операционной системы, каких-то мини-фишек. Но проблема в том, что разрабы тупо не поддерживают это устройство. Просто вот, ну, типа, у них какой-то казус. И чаще всего это из-за, опять же, количества пользователей. Например, на iPhone, на Android, вот просто вот кто не попаде все всегда делал. Там всякие приложения не выходили практически, ну, все туда. Но что касаемо Windows Phone, это, опять же, задержки, это какие-то, не знаю, невыходы, это какие-то еще там проблемы. Хотя она очень крутая была, мне очень нравилось. Я очень хотел себе такой телефон. И здесь абсолютно такая же тема. Вроде Xbox, он классный, стильный, крутой, не знаю, изящный, доступный. Но проблема в том, что некоторые разработчики говорят, ребят, сори, ну, как бы, у вас, например, мы не купим. Потому что это двойная работа, и, соответственно, выгоднее, наверное, потерпеть. Но, опять же, это, знаешь, дело разработчика, от которого, к сожалению, страдают обычные пользователи, которые просто не играют по каким-то причинам в игру. Вот ты пока говорил, вот у меня две мысли сформировались. Во-первых, я постоянно читаю в комментариях о том, что на PlayStation 5 нет игр. Смотрите. Я сколько раз рассказывал о том, что PlayStation, как и Xbox, это мультиплатформа. То есть мы на ней можем играть во все, что хотим. Нам не обязательно играть только в эксклюзивы. Но люди почему-то считают, что если нет эксклюзивов, например, мало, то как бы на нее игр нет. Окей. Ладно. Говорят, что PlayStation нету игр. Но на Xbox вообще игры, получается, через полгода выходят. То есть я вот этого момента не могу. То есть на нее даже мультиплатформа не выходит вовремя. Ну, знаешь, тут тебе скажу такой совет. Вот комментарии иногда нет смысла читать, потому что иногда, к сожалению, там действительно пишут какие-то очень странные позиции по типу. Это знаешь, то же самое, как писали в момент Xbox One, что там игр не было. Но там также была мультиплатформа. Там выходило эксклюзиву даже больше, чем во время девятого поколения. Но вот сейчас у игр почему-то в умах пользователей больше. Ну, знаешь, еще такой момент. Вот чисто вот, не знаю, либо по моим наблюдениям, либо по моей статистике, иногда больше всех, кто пишет в комментариях, они не владеют ни той, ни той консолью. Может быть. То есть вот они, ну, кого-то посмотрели и условно, там, например, что-то мнение выносят как за истину. И это как-то очень странно. Не знаю, если вы думаете, что, например, на плойке или на Xbox нету игр, просто купите и зайдите в магазин. И все. И вы офигеете, насколько там всякие предложения и так далее. Да я выпускал ролик не так давно, когда сравнивал типа ПК и PlayStation. Я просто там такую мысль сказал, что большинство из людей, которые пишут комментарии, просто сидят на очень старом компьютере и не понимают. То есть они говорят, на ПК лучше графика, ультра и так далее. Так вы можете запустить эту графику? Или не можете? Или вы просто говорите, факт, что на консоли она хуже? Хорошо. А какой у тебя тогда компьютер? Возможно, плойка или Xbox просто больше тянет? У меня компьютера нет, я есть телефон, напишу. Я вообще в стенд-офф играю. Да нет, это, знаешь, на самом деле, это, мне кажется, песня абсолютно всех соцсетей, потому что, например, общаясь вживую с каким-то человеком, ты, если, например, прочел его коммент, ты, как сказать, после этого думаешь, что он этот коммент не писал и он совершенно другого мнения. То есть коммент — это, знаешь, ну, не знаю, какие-то сбросы, не знаю, похихикать, забайтить кого-то и так далее. Не замечал такую тему? Например, пишет коммент, типа, ха-ха, я тебя забайтил, по факту, типа, у меня такое мнение. Ты нахер тогда, ты его пишешь? Ну, вот, не знаю. На мой взгляд, в сети стало немного меньше людей, которые действительно делятся своей позицией и которые, ну, не то чтобы на серьезных щахах это обсуждают, а, ну, делятся действительно искренними эмоциями. Чаще всего какие-то стали байты, какие-то там, не знаю, пост-ирония, пост-пост-пост-пост-ирония. Слушай, я на самом деле обрадовался то, что у меня аудитория канала, она, вот у меня больше комментариев. Почему я думаю, почему у меня мало комментариев, где-то лайков? У меня такая аудитория собралась, что они, если пишут комментарии, они пишут вот такой комментарий, он расписывает все. То есть не говорит о том, что что-то не так сказал, он просто расписывает, почему то-то-то-то. Я как будто Википедию читаю, просто сижу вот так листаю, то есть у них прям позиция, он рассказывает, какой у него был опыт и так далее. Это самое офигенное. Это офигенно, то есть мне это реально приятно читать, мне это прям, ну, я там вау, я какую-то опыту набираюсь и так далее, но такой человек не напишет, например, типа, лайк за видос, например, как бы, не соберет тебе просмотров, ну и ладно, но я зато готов, что аудитория такая собралась, то есть с ним можно пообщаться на стримах и так далее, то есть, ну, это кайф. Это плюсик, на самом деле, ну, таких людей не так много, к сожалению, и большая масса, как по мне, как раз-таки просто вот что-то такое бросает и уходит смотреть другой ролик, то есть им как бы не особо хочется поделиться со всей этой темой и так далее. Ну вот мне еще далеко ходить, сегодня пришел комментарий, я сегодня уже кому-то только мог скинул, просто потому что смешно, я в ролике рассказывал о том, что каждый пока бояр сидит с счетчиком фпс, и мне чувак пишет, так выключи счетчик фпс, долбоеб, ну, ты, я просто... Не, ну это нормрофл. Ну, кстати, бля, реально. Не-не, он написал огромное сообщение и только в конце вот такую фразу выдал, то есть я думаю, блин, все, окей. Ну, это смешно, реально. Это нормрофл. Я только сейчас думаю, блин, дольше, все, окей. Чего я, блядь, себе дело делал? Не, просто, например, есть какие-то стереотипы, и они, как сказать, правдивы, просто они могут не относиться к вам. Это то же самое, как вот, например, многие ПК-бояре, которые собирают себе супер-мега какой-то мощный комп, 40-90, они первым делом, я не знаю, запустят какую-нибудь кс-очку, посмотрят, сколько там флепосов выдается, там, не знаю, запустят пару раз новую какую-нибудь игру, скажут, о, она идет на ультрах, а дальше будет играть в доту. То есть вот такая вот тема. Это, чел, это правда. Так это факт. У меня есть друг. Друг. Он собрал себе, по-моему, комп за 500 лямов, ой, за 500 лямов, за полмиллиона. И такой, бля, в дотку, что ли, играть? И все, он играет в доту, то есть он прошел, там, не знаю, пару игр, он запустил киберпанк, там, не знаю, покайфовал и все. Но он просто самоудовлетворился в том, что киберпанк запускается. У меня кореш собрал комп, по-моему, тысяч за 70, вот недавно. У него в кс-ке показывают 400 фпс. И как только у него просел до 300, там, 70, он начинает гуглить, типа, что с графикой и так далее. Я думаю, ты что, прикалываешься? Ты же не видишь этой, ну, разницы вообще. Он говорит, нет, я так не могу, я вот уже привык, мне надо 400 стабильный, я такие деньги отдал. Но это просто уже, блядь, болезнь головного мозга, я считаю. Слушай, ну, для них это важно. То есть они отдают действительно большие деньги. И, соответственно, как бы вопрос, почему это не работает настолько, сколько ты купил. Это знаешь, как многие, например, покупают себе консоль, там, например, плойку, да, и говорят, почему мне 8К нет? Тут же написано 8К. Или, например, почему нету 4К и 60. А, кстати, сейчас 8К убрали с коробки. Потому что она, возможно, будет на новой плойке, конечно, не факт, но... Вот. Ну, видишь, кому-то это важно, кому-то нет. Не знаю, я всегда, в целом, придержусь такого мнения. Если я на экране вижу, и мне это вкатывает, все, мне не нужно знать цифры, а кому-то цифры очень важны. Всякие, вот, не знаю, терафлопсы там. Я всю жизнь так же, вот, как я запустил плойку, вот, у меня монитор сейчас стоит пока что, 1080p, то есть Full HD обычный. Я когда запустил Horizon, второй, на пятой плойке, когда только ее купил, я просто сумасшо шел. Думаю, после, ну, то, что на ПК я запускал на 1060, и вот это, я думаю, да это вообще невероятно просто. И когда мне потом скидывают разборы о том, что там где-то камушков меньше, где-то что-то еще, я думаю, да вы что, прикалываетесь? Мне, я с таким кайфом, я жену постоянно зову, говорю, иди посмотри, как это выглядит вообще. Она подходит, говорит, ну и что? Я говорю, да это красота, говорю, вообще. Ну, она, конечно, я такой фанат. То есть такое есть, да, то есть я с тобой полностью согласен в том моменте, что если нравится, играй. Зачем что-то крутить? Ну, знаешь, просто здесь разная позиция к вещам. Это кто-то, например, машину покупает, чтобы она просто ездила, и ты мог перевозить ребенка и вещи, а кто-то, например, чтобы разогнаться до сотки за три секунды. То есть это разная позиция. То есть кто-то любит технику. Да, вот, например, я смотрел видос с парнем, не помню, что за канал, но он сказал, что вот один из критериев выбора Xbox Series X, это возможность его почистить. Типа вот я его выбор, для самому почистить? Ну, типа да. Типа там сделать намного проще, чем на плойке, и поэтому я выбираю Xbox Series. Ну, то есть вот люди бывают совершенно разные. Может быть, это как бы смешно со стороны, но самое главное, что человек выбрал то, что ему по кайфу, и, соответственно, кайфует. Ну, типа разбирается. Самое главное, опять же, кайфуйте. Как бы смешно не было для других, самое главное, чтобы, опять же, кайфовать. Я вообще за то, что вот то, что сделали Microsoft, я вот во всех роликах говорю, красавчики сделали дешевую консоль для людей, которые, ну, нет денег, например, там меньше. Нате, играйте в полностью абсолютно новый гейминг, типа в новые игры и так далее. Но зачем вы обделяете людей, которые купили дорогую платформу? Вы тогда занимаетесь полностью этим вопросом, ставьте критерии, чтобы они выходили одинаково. То есть, как бы вы и дали возможность, но и других как-то обделили. Ну, не должно быть так. Опять же, проблема в том, что я думаю, что они не рассчитывали на то, что Xbox Series стрельнет больше, чем Xbox Series X. То есть, например, если возьмешь... Подожди, подожди, извини, перебью, но как может не рассчитывать, когда консоль стоит на 25 тысяч дешевле, чем основная? Для многих цена – это не самый важный фактор. Например, вот смотри, при наличии в девятом поколении супер-мега-дешевой консоли есть плойка пятая, да, и ее покупают больше всего. Типа, как ты это объяснишь? Есть же дешевый, по сути, аналог. Да, конечно, с другими играми, с другим геймпадом, но это тоже консоль девятого поколения. Плойка, она впереди. Просто есть разное отношение к бренду и разные вообще в целом критерии выбора. Ну, опять же, если обобщать, это называется маркетинг, вот, и который на самом деле как-то повлиял на пользователей таким образом, что Series S для них более предпочтительный, чем Xbox Series X. То есть, я хочу, например, немного денег, ой, затратить немного денег и поиграть с кайфом. Но проблема, опять же, Майка в том, что они сейчас консоли особо не продают. Видишь, и типа их стратегия, хоть она их и цепляет, то сейчас консоль Xbox – это не ядро, это компонент. Опять же, если возьмешь, например, 360-й бокс и Xbox One, там Xbox был центром. Ты бы никогда не назвал Xbox – это какая-то там экосистема. Ты говоришь Xbox – это равно консоль. В девятом поколении это очень сейчас распыщито. Xbox – это может быть и подписка Game Pass, это может быть, я не знаю, какая-то Xbox Cloud. Вот, Макс, я тебя перебью, я вот почему потерял мысль, хотел у тебя спросить. Ты слышал новость о том, что Xbox хотят сделать именно как вот, как ты говоришь, то есть его могут как бренд сделать, выпускать может LG, Tecno, например, и так далее. То есть просто выпускать свой Xbox, каждый может, Lenovo. Я понял, да, я понял. Типа, знаешь, может быть, такое будет. Но если сейчас разработчики не хотят оптимизировать игры на официальное железо, как они будут на какую-то Lenovo оптимизировать? Слушай, при помощи, например, какой-нибудь ПК-архитектуры, как они это делают для ПК, то есть существуют, например, Steam Deck, Rock, L.I., не знаю, еще какие-нибудь устройства, и они могут делать так же для Xbox. То есть, ну, например, много видео, правильно, ты выпускаешь одну игру, и за счет мощности себя нафигарит. Возможно, может быть, так будет. Потому что насчет следующих Xbox, там очень, на самом деле, много всяких слухов, что там и Steam будет, и так далее, вот у меня про это ролик будет. Вот, там, на самом деле, могут быть кардинальные изменения, и консоль, она может быть, опять же, не такой, как и сейчас. Потому что им не прет с продажей консоли. Ну, они не могут продать Xbox, например, столько же, сколько и PlayStation, или там намного лучше. То есть, у них, сколько бы они ни пытались, к сожалению, да, то есть, они, не знаю, и подписку, и колду купили, и еще что-то, да, у них не стреляет в продажу. У них, ну, не прет, блин, иногда, знаешь, бывает такое. По жизни тупо не прет. Вот, и как бы они, например, не старались, какие бы они инновации не придумали, народ почему-то все еще... Уверен старому доброму бренду, как PlayStation. Несмотря на то, что, там, не знаю, в коментах эти, таля, вот, это контора и так далее, мы там все рабы, там, игры за 8К, все дела, покупают. И прикол в том, что в мировых продажах PlayStation на, ну, на много... На очень много. ...всходит. Вот, и в этом весь прикол, типа, люди просто не хотят покупать Xbox, несмотря на все преимущества, хотя в целом их, ну, плюсы, они действительно весомые во многом, но... Рынок такая штука, что иногда просто пользователю не объяснишь и не переведешь. Вот, как он любит iPhone, так он и будет покупать iPhone. И нужно что-то, кардинальное какое-то изменение, чтобы что-то изменилось. Это, знаешь, вот, по факту я всегда говорю, что, не знаю, Samsung — это вот Xbox, iPhone — это PlayStation, в мире, к сожалению. Вот, и вот как бы ты ни объяснял, чувак, смотри, подписка, чувак, да там колда в день релиза, он говорит, чувак, да мне похер, у меня была PlayStation 3, у меня есть PlayStation 4, у меня сейчас будет плойка пятая. Все, конец. Вот, ну, видишь, несмотря на то, что у Xbox иногда проскакивает хороший маркетинг, в целом они, опять же, не продают тебе консоль. Не продают, вот, просто не продают, они этого не хотят делать, я не знаю почему. Хотя нет, догадываюсь, потому что, в целом, это их не основная задача, им нужно создать свой сервис как подписка. Слушай, они могли бы продать консоль какой-нибудь большой игрой, как Spider-Man, например. Вот, у них нету таких игр, вот, чтобы продать ее прям. Spider-Man, почему Sony подписали, потому что, ну, это ебануться, что такое, извиняюсь за мат, на самом деле для всего мира. То есть, это огромная игра, там миллиарды фанатов этого всего, они вот выпускают Spider-Man, и причем игру, которую, наконец-то, сделали нормально. У Microsoft, ну, не было такой игры, я не говорю о том, что, типа, вот вы лохи, нет. Странно, почему такой игры не было? Слушай, я не знаю, читал новости или нет, вообще, Marvel сначала подошли в Microsoft Xbox, типа, нам нужна игра, нам нужна игра, можешь загуглить, нужна игра по вселенной Marvel, давайте вы что-нибудь сделаете. Xbox сказал, ребят, нам это неинтересно. Sony взялась, давайте сделаем про паука. Взяли инсомников и так далее. Не знаю, вот у плойки есть какая-то такая, знаешь, чуйка на какие-то проекты, на студии, вот, и в целом им удалось сделать классную игру про человека-паука. Единственное, ну, просто не знаю, почему Майки так не делаю, потому что, знаешь, вот, выходит, например, Индиана Джонс. Не знаю, как у тебя, с точки зрения мнения об этой игре, да, я, я почему-то ждал аналога Uncharted, да. Я понимаю, что это... Можно, можно я перебью на секунду? Я вообще, я пиздец, как ждал аналога Uncharted, я не понимаю, как играть... Я обожаю Uncharted, это моя самая любимая серия, я обожаю Tomb Raider. Я не понимаю, как играть в такую игру от первого лица, не понимаю. Маленький спойлер. Дело в том, что она не будет как Uncharted, там не будет много экшн-моментов, вот, ну, не знаю, просто запомнить этот момент. Вообще делают разработчики Warhammer, хотел сказать, Вольфенштейна. Они не специализируются, да. Я почему-то на это не обратил внимания сначала, а мне мой подписчик Коломикал такой говорит, слушай, там будет все по-другому, это же Вольфенштейн. Понятное дело, что ты видишь анонс, о, блин, Диана Джонс, там хлыст, шляпы и так далее. Сейчас, например, если ты почитаешь об игре, ты поймешь, что в целом она будет больше на стелс, больше на загадки. И что касаемо всяких драк, там больше, мне кажется, вообще будет рукопашка, нежели какой-то стрельбы. Потому что вот если даже возьмете геймплейные ролики, вы поймете, что там стрелять, ну, практически не надо. То есть там вот, по-моему, один раз показались выстрел с револьвера, и то он был такой какой-то скомканный и тому подобное. Поэтому не ждите какого-то супер-мега-экшена от этой игры. Там, на самом деле, и удар хлыстом был такой себе, ну, как-то, ну, не 24-й год. Разработчики Вольфменштейна, а разработчики Вольфменштейна. Это прям просто заскриптованная херня, типа, такая какая-то. Не, ну, знаешь, это нужно посмотреть, как будет еще в реале, потому что трейлеры — это как бы одно, а как выйдет другое. Ну, видишь, например, многим ребятам зашло, говорят, есть старый дух, и прикольно, опять же, все на вкус и цвет. Вот, просто, не знаю, у майков как-то вот супер-мега-хит получается редко очень сделать, очень редко. И даже вот, честно говоря, в последнее время, я не помню, чтобы они такое сделали. Может быть, Forza Horizon. Да что далеко ходить, очень много подписчиков пишут о том, что я хочу себе PlayStation, но не готов отказаться от Forza Horizon, как ты и говоришь. То есть многие не готовы. Forza Horizon, да. Это одна из таких игр, проектов, за которые люди идут, потому что многим нравится погонять, гоночки, и она сделана, ну, максимально лояльна ко всем, как и к чувакам, которые там хотят более как... Ну, не то, что профессионально, а, короче, более шарят за гонки и тем, кто не шарит, потому что она более открытая, лояльная, классная, там есть все. Типа, катайся на здоровье, с друзьями, без, вообще пофигу, типа, кайфы лови, лови. Так, окей, я еще хотел поговорить про Game Pass именно. Вот, по сути, для меня Game Pass, когда я сделал обзор на Xbox Series X, то есть, стоит ли покупать, я брал его в аренду на недельку, посмотрел Game Pass, подскачивал. Там, по сути, как бы все говорят, крутая подписка, да, что-то выходит день в день и так далее. Но, по сути, старые игры, очень старые, и большинство из них на английском языке. То есть, покупают ли люди Xbox только ради дней паса? Наверное, да. Но те люди, которые хотят играть в современный гейминг, я считаю, что... Нужна ли такая подписка? Настолько ли она крутая? Ну, такой вопрос. Слушай, смотря каким игроком ты являешься, есть, например, игрок, который... Сейчас, секунду. Который уже многое поиграл, да, поиграл во все то, что есть подписки, в старые, тебе она практически не нужна. Кроме, вот этот самый такой момент, который мало кто учитывает при сравнении. Xbox, о, подписка Game Pass, она является мощнее, чем PlayStation по одной простой причине. Это эксклюзив в день релиза. То есть, смотри, какая затратка у Xbox получается. Если ты хочешь поиграть в Indiana Jones, если ты хочешь поиграть в Hellblade, если ты хочешь поиграть в будущий Girls War и так далее, подписка, она тебе будет очень-очень хороша. Если ты поиграть, ну, там, захочешь поиграть в Doom, ты также ее покупаешь. И, видишь, подписка, она не устроена так, что, например, список игр, он есть, и все, он не обновляется. В каждом месте тебя что-то поталкивает. И, то есть, например, если ты что-то не играл, для себя ты можешь найти что-то прикольное. Ты, например, играл в Протокол Калиста? Конечно. У меня подписочки есть. Вот, кто-то в него, например, в подписке какой? Раздали. Раздавали. На плойке? А, вот. Например, раздали также в подписке Game Pass. Типа, смотри, ты в эту игру не играл, ты можешь в нее поиграть. И для тебя эта подписка будет казаться мегавыгодной. Например, выйдет Indiana Jones и выйдет что из ближайшего? Stalker. Ждалкер. А, фиг его знает. Ну, Ждалкер, да, выйдет, к примеру. О, чуваков это заинтересует, подписка, она будет сильна и выгодна. И самое главное, наверное, в подписке задавать такой вопрос, выгодна ли она? Да, она выгодна. Почему? Потому что за то время, когда она выходит, да, ты получаешь практически столько же проектов, сколько мог бы купить. И она тебе не особо бьет по кроману. Опять же, это, как сказать, все им хо, и опять же стоит вопрос, тебе нужны эти игры или нет. Потому что если ты не готов играть в эксклюзивы, они тебе не нужны, и все то, что ты ранее прошел, то, что есть в подписке, она тебе не нужна. Ты просто покупаешь мультиплаформу, которая не зашла. Вот. Ну, видишь, по подписке сейчас очень спорно мнение идет, потому что если раньше были какие-то такие позывы а-ля подписка, это круто, чуваки, мы будем выходить только в подписку, мы туда вот там залезем и так далее, то сейчас разработчики говорят, что как бы да, это выгодно, если твой проект не стрельнет, но если у тебя проект хороший и он продается, то делай там нефиг, он тебе просто минусы нет, очень большую прибыль. Вот, поэтому каких-то супер-мега-хитов, прям явейших, по типу там GTA 6 на старте, ну, тупо ждать. Нет, не стоит, оно не выйдет. Это, знаете, то же самое Балдур, да, вот пока у него там, не знаю, продажи в минус не уйдут, пока он не будет продаваться за копейки, да, и пока он вообще продаваться не будет, подписки его вряд ли увидеть. Конечно, есть исключения, но тут все зависит от Microsoft, готовы они вкинуть сумму или нет, потому что суммы там маленькие. Все равно лучше, чем на PlayStation, несмотря на то, что я Sony в бою и так далее, то есть игры, которые я готов варок-дарек до сих пор в подписке нету, ей уже почти два года, до сих пор нету. Хотя она продалась дофига, то есть для меня, знаешь, Game Pass, если бы вот, как я сейчас играю, то есть я до сих пор, почему покупая подписку, там, на три, на месяц, на год и так далее, я еще много чего не прошел, то есть я отстал как-то от игр, например, в каком-то, года на четыре, на пять, то есть я до сих пор что-то прохожу, но я опять же прохожу не игры, которые типа Астробот и так далее, я прохожу именно прям ААА, то есть у меня вот только ради этого я вообще существую, покупаю игры и так далее. Например, Game Pass для меня это как EA Play, вот я, например, захотел пройти Star Wars, который первый был, Fallen Order, по-моему, да, я купил себе подписку за 300 рублей, прошел, все, с кайфом. Для меня Game Pass мне кажется таким же, то есть если, например, выйдет та же Indiana Jones и так далее, ты купил себе на месяц, прошел, все окей, то есть в этом я не вижу плана подключить прям игроков, прям опытных. Нет, смотри, ты судишь с точки зрения PlayStation, то есть, например, тебе нужен какой-нибудь там Астробот, ААА и так далее, там на самом деле в подписке тоже дофига ААА, и опять же тут вопрос, какие игры тебе нужны, потому что сейчас подписки, они превратились ровно так же, как и раньше сравнивали PlayStation Plus и Xbox Live Gold, какая у нас подборка круче. Здесь абсолютно то же самое, ты смотришь на список, да, ты смотришь, не знаю, там на ценник условно, да, и ты выбираешь, вот, как бы сравнить в лоб не получится, потому что плюс-минус там на самом деле одна и та же мультиплаформа. И вот, например, твой тезис а-ля большинство игр там на английском, ну, наверное, я с тобой больше не соглашусь, потому что, ну, чисто от игры зависит, то есть на английском она или нет, то есть подписка здесь особо не влияет. Вот, и тут, опять же, нравится список, покупаешь, не нравится, не покупаешь, просто многие игроки сталкиваются с тем, что вот они наслушаются вот этих реплик, а-ля подписка Game Pass это топ, да, без каких-то уточнений, и покупая ее, такой, блин, ребят, ну там же типа свалка старых игр, что мне играть, опять же, смотри, список, думай, нужно тебе или нет. Знаешь, как многие очень сильно спотыкаются на обратную совместимость, то есть, блин, я думал, что я в каждую игру там буду играть и так далее, а там многих игр нет, как это так, опять же, смотри список доступных игр по обратной совместимости, делай вывод, нужна тебе или нет. Потому что, если ты, например, хотел поиграть в какого-нибудь старого Принц Персию, Два Трона и там Evil Within, о, нет, Evil Within, какой это... Да нет, выходило, выходило. Принц Персия, не, 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 Принц Персия... Нет, Два Трона точно не выходило никуда, ты чё, это старое, седьмой год. Нет, 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 прикол в том, что она есть, по-моему, для 360-го бокса, для Origins, и также вторая часть, я просто забыл, этот, что-то в Варио... Короче, вторая серия данного Принц Персия, если вы думаете, что если она по обратке, нет, там доступна, по-моему, только первая часть, 2008 или 2009, и что-то забытые пески, всё, других нету, вот, поэтому смотрите список, думаете, нужно вам или нет, вот и всё. Вот ты говоришь про обратную совместимость, и я вот сейчас, знаешь, о чём задумываюсь, о том, что, наверное, мы бы всосали, если бы сейчас её не было. Вот, например, на Плойке её вообще не было, на Xbox она была. Если я сейчас думаю, потому что даже я, купивший PlayStation в октябре, я играл в новые игры, да, я играл в Аватары, я играл из последнего... Stellar Blade ещё не прошёл, что покупал? Life of P покупал, покупал Resig 4, покупал Spider-Man 2, в остальном я всё прохожу то, что было. То есть без обратной совместимости, по сути, эти консоли, несмотря на то, что даже экзов не выходит, окей, но и игр-то не выходит от других студий. То есть, по сути, как будто они знали, что так будет. Я даже, знаешь, Киберпанк перепрошёл, я проходил его на компе, то есть у меня там комп средний, получается, там, FPS 40 было. С кайфом прошёл на 60 FPS для версии PS5, Киберпанк, третий раз, вот прям с удовольствием просто. Но! Я играю в игру, которую я уже прошёл. Я с тобой по этому поводу очень согласен, что, да, если бы у нас не было поддержки игр от прошлого поколения, конкретно вот предыдущего, восьмого, да, было бы ещё скучнее, чем сейчас, на самом деле, для многих. Потому что вот, не знаю, возьмите тот же Game Pass и засуньте туда игры, которые вышли под новое поколение. Да, то есть не было бы такого списка, который бы менялся и так далее, потому что много вышло туда. Вот, например, Mafia добавляется, насколько я помню, она вышла, по-моему, если не ошибаюсь, в поколении Xbox One. Да, соответственно, оп, этой игры бы не было. Ещё что-нибудь и так далее, да. Это, знаешь, они недаром это делают, потому что, видишь, если ты, например, не делаешь поддержку обратной совместимости с прошлого поколения, то там уже прямая борьба за потребителя. Но, поскольку у тебя есть очень большая база, им будет сложнее поменять консоль. Это, знаешь, например, имея тысячу игр на PlayStation, сможешь ли ты от них отказаться ради Xbox? Очень сложно будет. То же самое, как если у тебя на Xbox, например, куплено дофига игр, да, можешь ли ты просто от них отказаться и купить себе другую консоль? Это очень сложно сделать. Поэтому вот эта вот лояльность, вот эта вот, опять же, приверженность к одной консоли с точки зрения своей библиотеки, она очень держит потребителя. Поэтому и дальше, наверное, будет, если выходит какая-то консоль, она будет читать плойку пятую, плойку четвёртую и так далее. Ну, смотри, потому что если выйдет что-то новое, это будет, ну, мне кажется, проблемой. Ну, смотри, вот у меня такая мысль, что ты же знаешь о том, что почему сейчас не выпускают самый мощный процессор? Потому что выгоднее продавать каждый год какой-то новый. Ну, такая теория, например. Когда выходила PlayStation 4 и Xbox One, не было обратной совместимости прям такой. То есть на Ване было? На Ване она появилась, по-моему, через два года. На PS4 вообще не было никакой. То есть они знали, что у них огромный список игр, которые выйдет. А здесь они сразу выкатывают, как будто они знали, что то ли они не выпустят эти игры, то ли мало будет. То есть, вот мне кажется, как будто что-то знали, поэтому и сделали. Знаешь, мне кажется, что просто скачок, он был более большим между седьмым и восьмым поколением. Отчего, как бы, привязываться к старому не особо выгодно. То есть, ну, у каждой консоли есть свой план. Если, например, Xbox One привязала обратно совместимые игры Top League, она так не сделала. Потому что они, ну, у них другая стратегия, они будут новыми играми. И они как раз... Ремастерами, ремейками и так далее. Да, ну, видишь, у Sony вообще получается так, что их клиентура, она платежеспособнее. И она, ну, может отдавать, не знаю, деньги за игру, которая вышла 2-3 раза. То есть, так далее. GTA 5, GTA 5, вот, далеко ходить не надо. Сколько? 4 раза ее выпустили или 3? Сейчас, 360-ый, поколение Xbox One, потом Xbox Series X, 3 раза. И на пока еще 4 раза игру продали. Ну, блин, GTA это как бы отдельный случай. Это ведь GTA, это вообще как бздец. Это пушка. Слушай, но говоря о том, что, насколько разница, вот, многие говорят, что разницы нету, например. Типа, она вышла и так на плойке 4-ой, зачем ее покупать. Я проходил Uncharted 4, я проходил Uncharted 4 на 4-ой плойке. И когда я на 5-ой плойке решил перепройти, я позвал жену, вот у меня по традиции, я говорю, иди посмотри. Ну, это просто, блядь, вообще невероятно. Огромная, вот для меня это огромная разница. Погоди, а в чем разница? Там же, ну, не было ни трассировки, ничего. Я увидел огромную разницу в текстурах, в свете, ну, и в PS, понятное дело. Но вот просто в две разные игры как будто поиграл. Вот, у меня почему-то такое ощущение сложилось. Не знаю, у меня такого ощущения не было. То есть у тебя нету такого, что ты играешь что-то на Series X, например, от старого Xbox One? То есть прям вау, нет такого? Нет, и я же говорю, типа, мне разрешение не важно. То есть, вот, например, покажи мне 4К или Full HD, вообще пофигу. Я сейчас, например, подсел на старые игры. То есть я прошел недавно Batman Arkham Origins. Она, по-моему, в 720p идет вообще по херам. Я играю там, не знаю, в Max Payne 3, вообще по херам, что там низкое разрешение и так далее. То есть мне это не колышет. То есть я прошел игру, я кайфанул, и все. То есть как бы я понимаю, что при наличии каких-то эффектов и при наличии высокого разрешения игра все равно остается той же игрой, как бы ты ни смотри. Вот как раз-таки вот этот вопрос, а-ля игра становится как будто вообще другая игра. Ну, не знаю, я с этим не особо согласен, потому что я не обращаю на супер-мега какие-то мелочи внимания. Типа, вот смотрите, там книга стала более четче. Да мне по херам, все, как бы я вижу персонажа, куда стрелять и так далее. Вообще, на самом деле, игры по большему счету, ну, так сделаны. Ты знаешь, то же самое, запусти какую-нибудь Forza Horizon, там, по-моему, четвертую, на Xbox One, на Xbox One X, да, на Xbox One X она будет намного четче, потому что там выше разрешение и так далее. Но проблема в том, что при геймплее ты на многие вот эти вот улучшения, ты их тупо не замечаешь. Просто игры построены таким образом, что когда ты едешь, ты по сторонам практически не смотришь. Ты упираешься в точку, в поворот и так далее, и разработчики это объясняли. Надо мной, кстати, смеялись насчет этого. Типа, да, он кроме машины ничего не видит, поэтому, типа, разрешение ему не нужно. Но прикол в том, что разработчики сами сказали, что мы делаем таким образом, чтобы как раз-таки, ну, оптимизировать все, чтобы, ну, у вас супер-мега четкая картинка была в вашем фокусе, а именно, вот, не знаю, машина, и туда, куда ты едешь. А вот условно по бокам, если ты посмотришь вот сюда в угол, вот, ты не знаю, сюда, или вот сюда, то там уже будет, так скажем, не особо четко, как в остальном, именно при геймплее. Вот, поэтому, как бы, на такие вещи и не особо вращаю внимание. Ну, опять же, кто-то доебывается. Когда увидел первый раз NFS-хит, когда там открытый мир полностью, я такой, вау, я могу туда поехать, туда. Вот, прям, полноценная NFS-ка, как в Форзе, могу поехать в лес и так далее. Это кайф. Вот, я сейчас тебя послушал. Ты относишься к тем игрокам, которые говорят, вот, готов варагнарёк вышел на PS4. Зачем мне покупать пятую плойку, если он вышел там? То есть, ты же понимаешь, что есть разница в FPS и так далее? Знаешь, все зависит от того, если... Ну, погоди, погоди, давай, давай, давай я вопрос задам так. Будь у тебя PS4, Pro, например, выходит, готов варагнарёк. Ты бы купил себе пятую плойку ради него? Если она у меня в доступе, наверное, нет. Если это, опять же, только рагнарёк... То есть, смотри, я вот объяснила. Это то же самое, как почему я не купил Xbox One X. Абсолютно такой же вопрос. То есть, Xbox One X это 4-к разрешения. Да, это было не новое поколение, но игры там в разы были... Ну, погоди, ты сейчас сравниваешь консоли одного поколения. Xbox One и Xbox One X. Но суть не меняется. Одна игра, но там выглядит лучше, здесь похуже. И, соответственно, как бы я не буду менять, например, консоль только ради того, что игра будет чётче. Я поменяю только тогда, когда какой-то игры не будет у меня. Вот если бы, например... Не знаю, этот самый, как его... Forza Horizon 5 не вышло бы, да, например, на Xbox One. Чувак, всё, покупай Xbox Series. То есть, у меня работа таким образом. Если бы, например, сказали бы, что Spider-Man 2 будет на плойке... Как его? На плойке 4, да. И, соответственно, я бы купил бы плойку... Ну, я бы остался бы на плойке 4 и не покупал бы 5, потому что у меня есть эта игра. Да, и исходя из того, например, как выглядят проекты на PlayStation 4, старые, они выглядят нормально. То есть, они играбельные, а это... Погоди, ты готов был играть в 30 FPS? Вообще похеру. Чтоб ты понимал, я God of War как раз-таки, по-моему, в 30 прошёл. Ну, это, говорю, ибхо-выбор, то есть, как бы я не особо... То есть, знаешь, вот такой вопрос поднимается, да, 60 или 30. 60 в любом случае плавнее, чем 30, но некоторые игры, я считаю, что можно поиграть в 30. Слушай, я недавно перепрошёл Red Dead Redemption 2 в 30 FPS с кайфом на телевизоре. Я просто в восторге до сих пор. Третий раз перепрошёл, и мне всё устроилось. Да, хочу 60, ну, как есть. Но, как ты думаешь, тогда в таком случае, может быть, всё-таки затормаживать выход игр на старые консоли? То есть, допустим, вышла плойка 4, Xbox One, там, 13-й год. Может быть, в 20-м году надо останавливаться? Сейчас, чтобы новые игры уже не были как аккуратные сиквелы, чтобы и на то, и на то вышло. Возможно, тот же God of War Ragnarok был бы намного круче, если бы не надо было бы его оптимизировать на плойку 4. Спорный момент, потому что возьми того же Spider-Man 2. То есть, он же, по сути, не вышел. Да, он мог выйти, он мог выйти, 100%. Мог, но он не вышел. Но, в целом, какой-то супер-мега-глобальной разницы, кроме, там, дальности пририсовки, какого-то быстрого SSD, ну, ты не ощущаешь вот такого прорыва жёсткого, да, то есть, тебе приходится объяснять. Ну, смотри, вот смотри, вот видишь, как бы загрузки нет и так далее. Как бы, может быть, потому что новое поколение, оно как раз-таки на это ориентировано, и мы как старые привыкшие, там, не знаю, к разнице супер-вау-хереть картинки, но просто видишь, я считаю, что у восьмого поколения просто был очень высокий стандарт качества, который даже сейчас многим играм, ну, сложно переплюнуть. Не знаю, возьми тот же Last of Us, возьми тот же, я не знаю, Spider-Man. Опять же, таких игр графически-технологичных не так много на рынке. Поэтому, как бы, им сложно это переплюнуть и сказать, ребят, всё, мы выпускаем это только под Next Gen, потому что, потому что такого не осилить. И, на самом деле, многие игры, я думаю, что вышли бы на Xbox One. Знаешь, как, типа, Crossfire игра была такая. Мне что, удивительно, она, по-моему, вышла только под Xbox Series, если я не ошибаюсь. Вот, и на Xbox One она не вышла. Вопрос, почему, что она не селяет. Или, например, Redfall, по-моему, не вышла, он только под Xbox Series. Дай-ка загуглю вот здесь. По-моему, тоже под Xbox Series. Я просто не понимаю, зачем это делают Sony. Они, например, типа, окей, выпускали, типа, Reserv 4 для PS4. Хорошо, кто-то пострадал и так далее. Они сейчас прям объявили о том, что Star Wars Survivor, которая последняя от Electronic Arts, они её на плойку четвёртую запускают спустя, получается, год или год, или полтора. То есть, нате, играйте. То есть, по сути, сами Sony говорят о том, что сидите пока что. Зачем вы это делаете? Короче, по секрету тебе скажу. Это, конечно, никакой не секрет. Но прикол в том, что очень большая аудитория на плойке четвёртой и на Xbox. Короче, на восьмом поколении ещё сидит дофига народу. Его немного трудно перевести на новое поколение. То есть, как бы, нету такого, чувак, всё, иди быстро. И поэтому многие делают и туда, и туда, чтобы собрать больше денег. Например, тот же Star Wars. Что, они думают, потому что к ним Sony пошла? Нет, чтобы срубить больше бабла. Потому что, видимо, им не хватило. Да, вот с покупки Xbox Series и PlayStation 5. Поэтому они делают так, чтобы аудитория восьмого поколения тоже купила эту игру. Ввести деньги, по сути, правит миром. Поэтому здесь то же самое. То есть, здесь нет такого, что вот они, как сказать, всё ещё выпускают. Они говорят, чуваки, купите. Если у вас четвёртая плойка, купите нашу игру. Мы вот сделали вот это всё. Это чисто для продаж, это чисто ради денег. То есть, здесь нет ничего такого. Ну, просто мне, блядь, мне не нравится то, что спустя сколько получается? Десять лет выходят какие-то игры ещё на PS4. Я, мы платим за консоли один раз за столько времени. За десять лет. Ну, давайте заканчиваем в году двадцатом. Допустим, семь лет. Одно железо, одно железо на семь лет. Мы заканчиваем, покупаем себе новое. Это же не видеокарта, которую надо покупать каждый раз, каждый год. То есть, я бы готов был раз в семь лет покупать новое железо. Пятьдесят тысяч, семьдесят, восемьдесят. Хорошо, но зачем? Понятно, что они дают старую аудиторию, типа, чтобы ещё маленько бабок подсобрать, как ты говоришь. Но при этом я всё равно думаю, что они что-то где-то обрезают ради того, чтобы что-то ещё подзаработать на прошлом. Сто процентов, но просто видишь, раньше я тоже был такого же мнения, типа, ребят, надо заканчивать старое поколение и максимально, не знаю, развивать новое. Но проблема в том, что когда вышли игры, которые недоступны, например, на старое поколение консолей, я не увидел какого-то супер-мега прорыва. Я не знаю, возьми тот же Redfall и задайся с вопросом, почему он не вышел на Xbox One? Возьми, по-моему, Scorn. Scorn, по-моему, тоже не вышел на Xbox One. Вопрос, почему он не вышел? Да тот же Ronin, тот же Ronin взять. Я думал, ебать какой эксклюзив. Я смотрю на него, покупаю. Что это такое? Ну, это просто обычный ассасин. А вот теперь вопрос. Скажи, тебе было бы проще, если бы эта игра вышла бы еще на плойке 4? Ну, мне было бы нет, потому что все-таки я считаю, что стандарт качества уже 60 FPS. Вот для меня вот минимум 60. То есть я почему не играю в 4К, ни в одну игру не играл, на плойке в 4К, я не хочу 30 FPS. Ну, просто не могу. То есть я уже привык стабильно и так далее. Как бы пускай будет где-то что-то меньше, без трассировки и так далее, но 60. То есть я... Ну, заметь, тебе это не помешало кайфануть от RDR 2? Вообще не помешало, вообще. То ли... А знаешь, потому что еще 30 FPS, потому что 30 FPS на компе это одно, а на телевизоре и на плойке как будто это другое маленькое. Ну, как будто это было 45. Вот знаешь, у меня такое ощущение постоянно было. Я не знаю, блядь, почему. Все зависит от игры. Если игра тебе дико нравится, ты будешь в нее играть и при 30 FPS. Если, например, что-то где-то, что-то там заплатил, хочешь больше или где-то услышал, у тебя уже другое отношение к игре. Ты знаешь, то же самое, игра, дающаяся в подарок или за бесплатно, она, скорее всего, тебе понадобится. Ну, типа, о, прикольно, я поиграл, классно. Но когда ты ее купил, например, за 8К, и она тебе не понравилась, то что-то, блядь, что-то много я заплатил за это говно. То есть везде все разные отношения. Но тебе, ты бы хотел в Паука поиграть в 30 FPS во второе? Слушай, я начинал, по-моему, играть как раз-таки в 30 FPS. И могу его полностью пройти в 30 FPS. Но это же не плавно, ты же, блядь, летишь на Нью-Йорке. Должно быть плавно, красиво, взлетать. Объясню. Мне нравится игра. Я понимаю, что 60 FPS это плавнее, и в целом как-то это, ну, прикольнее глазу. Но если бы игра шла только в 30, мне было бы пофигу. Вот единственное, в 60 FPS, вернее, в 30 FPS, я не могу играть в шутеры. Вот мне там плачевно, да, это просто жопа, это жопа. А что касаемо приключений, я не знаю, там, стратегии, то есть там, где не особо важен вот этот супер-мега какая-то жесткая динамика, стабильный 30 FPS, и в целом все, этого будет достаточно. Это то же самое, как я вот раньше играл там в Forza Horizon 3, Forza Horizon 4 в 30 FPS. Они были мега-стабильные, и в целом это, ну, более чем нормально. Знаешь, то же самое, как, по-моему, сейчас я запускал Alan Wake 30 FPS, тоже нормально играется. Но опять же, это, знаешь, чистый мхо, здесь нету споров, типа, блин, да как так, вот это плавнее, не плавнее, типа, окей, в некоторые игры я могу играть 30 FPS, в некоторые не могу. Вот, кстати, сказал про Alan Wake, мне вопрос такой встал. Насколько ты знаешь, что вторая часть, она на диске не вышла, только электронная копия. И Sony недавно уволили 250 разработчиков, которые выпускают, типа, Blu-ray диски и так далее. Вот ты как к этому относишься? Я считаю, что диски, это отлично, люди могут купить, продать. Конечно, это, по сути, пиратство, то, что я купил бушные диски и так далее, но это же, типа, культура. Как ты к этому относишься? То есть, я за диски, я вот купил LiceFP недавно, пару месяцев назад, за 4 тысячи, вместо 8. Я его продам за эти 4 тысячи хоть завтра, кайф. Ну, знаешь, мне кажется, вот вся эта тема с дисками, она пропадает. То есть, многим не обязательно покупать диски по причине того, что появились подписки и стали развиты очень... Макс, но диски, диски они всегда с тобой, то есть, у тебя не заберут ни аккаунт, ни плойку, ни подписку. Я это прекрасно понимаю, абсолютно, но это удобнее. И, по сути, все то, что мы сейчас наблюдаем, это некий переход с кассет на диски. Только наоборот, с дисков мы переходим в цифру. И, в целом, на этом будет очень сильно завязан. Да, ты ей не владеешь и так далее, но, как бы, я понимаю вот эту всю суть, да, ты приносишь диск, там есть кладыш, ты его открываешь, нюхаешь, вот эту вот пленочку размираешь. А если тебе просто бан прилетел за что-то? Окей, прилетает бан, все, пиздец и так далее. Ну, знаешь, это то же самое, как диск может собака погрызть. Возможно, один диск, а здесь, блядь, просто может быть 500 игр. Слушай, а таковы реалии. Типа, а что ты хотел? Типа, да, тебя могут забанить. Вот, когда в апреле была херня такая, да, прилетело дофига кому. И типа, бам, и все. Понимаешь, и что ты с этим сделаешь? Да, обидно и там подобное, но сейчас многое завезано. Это, знаешь, то же самое вот. А как ПКшники тогда? Да, то есть у них там все в стиме. Вообще, там оригин, стимы, вообще много всего. Gamescom, Gamescom 2024, в августе получается с 21 по 25, по-моему, будет. Там обещают 25 игр для Xbox. Какие ожидания у тебя? Сморел, может быть? Какие игры они завезут и привезут? Ну, может быть, какие-то ждешь уже и так далее, мониторишь давно. Слушай, они, скорее всего, покажут то, что уже привозили. Максимум, они могут объявить о Терборне, еще о чем-либо. Но каких-то супер-мега новых хитов, я думаю, что они немножко придержат, потому что не факт, что у них этот выйдет, как его, не Индиана Джонс, а какая-то игрушка еще в конце должна была выйти, и как раз-таки она может перенестись. Или уже, а, Эво, вот, я всегда про нее забываю. Вот, то есть, как бы, я не знаю, что покажет Microsoft, потому что их, вот это вот а-ля, мы привезем туда 25 игр. Это может быть, я не знаю, какие-то новые, ну, хорошо, 50 игр. Это, может быть, войдет в дополнение того же Майнкрафта, дополнение Flight Simulator, дополнение Diablo. Они могут привезти туда дополнение Starfield. Это тоже будет считаться новой игрой для них. То есть, как бы, я в эти маркетинговые штуки, к сожалению, уже не верю. Есть раньше, да, ва, классно, офигеть, в 50 игр и так далее. Это, знаешь, как, по-моему, на E3 2017 или 2016 была такая же тема, а-ля, мы привезем туда, там, хули-арт-игр. Показали, а там были практически все Индии. И ты такой, блин, ну, что-то как-то, как-то, как-то не очень. Вот, то есть, привезу, посмотрим. Потому что я, честно говоря, немножко устал верить в какие-то супер-мега, вот эти маркетинговые слова, какие-то анонсы, которые могут просто не сбыться. Это, знаешь, то же самое, типа, скажи мне, когда выйдет Сталкер. И когда он должен был быть. Да, типа, ребята, в следующий год он точно выйдет. В следующий год он точно выйдет, в итоге его несколько раз переносили. Так, по многим играм. Или как в Hellblade. Его анонсировали самым первым, и его, там, выпустили только в этом году. Вот, поэтому, как бы, сейчас придерживаюсь такого правила. Вот, когда игра выйдет, тогда о ней поговорим, тогда в нее и поиграем. А так, ну, посмотрим, порадуемся. Да я Сереге-то рано писал, говорю, давай, может быть, какой-нибудь ролик совместно сделаем после GamesCon. Говорит, да, 50 игр. Говорит, представляешь, сколько инди-игр там покажут, ну, по-любому. Я такой, ну, кстати, да. Наверное, на этом. Ну, а там 100% покажут не особо, не триплые. Понятное дело. Те же не сказали, те же не сказали, там, даже, мы покажем 20 триплые проектов. Нет, сказали 50 игр. Каких уже твоя, типа, твои ожидания, твои проблемы, как говорится? Все зависит от студии, которая делает, и все зависит от проекта. Потому что, например, будет ли следующий резик как-то хуже, чем четверка, да вряд ли. А вот, например, с Элихилл, на самом деле, для многих, мне кажется, была реальная неожиданность, что они просто сделали какое-то говно. Вот именно исходя из роликов. Ну, да, действительно, что-то они там такое. Это не батит на покупку. Да, это Сайлин Хилл знаменитый, многие верят, ждут и тому подобное. Но, посмотрев игру и убери шильдик Сайлин Хилл, я не думаю, что в 2024 году это очень сильно зацепит игроков и скажет, вау, это какой классный проект, а давайте я его куплю. Нет, он смотрится очень дешево. В девятом поколении консоль и разработчиков лучше не слушать. Просто реально ждать игру. И вот когда она выйдет и так далее. Потому что сейчас маркетинга намного больше, чем действительных слов. Мы выпустим, ребята, это негасген, это 12 терафлопс, это супер-мега прорыв и там подобное. Там, не знаю, вы будете косомонавтом, как вы захотите. В итоге все это, оно, ну, выходит не такое, как ты себе воображаешь в голове. Вот. И в этом как бы самая проблема всей индустрии в целом. А ты видел геймплей 10-минутный Star Wars Outlaws? Слушай, полностью я не смотрел, я твёртками. Честно говоря, мне изначально... Ты видел взрыв? Это Лара Крофт 2002 года. Взрыв, например. А удара сзади вот это... Вот это прям вот... Да, по шлему, да-да, оглушительный. Да, это вообще пиздец. Да, это ужас. И самое что смешное, что у меня будет два обзора в этом месте. Сейчас получается соус лайк выйдет с обезьяной. И потом Star Wars будет. Я уже даже превьюшку приготовил, вот такую сразу. Потому что я посмотрел на то, что мы просто заранее. Если понравится, изменю, конечно. Но это абсурд. То есть, как она ездит на мотоцикле и так далее. То есть, это настолько... Даже я не хочу оскорбить 16-й год, потому что в 16-м году вышел Uncharted, блядь. Какой это год? Ну, 13-й какой-нибудь, я не знаю. Ну, как это сделать, возможно, было? Сейчас мне кое-что вот интересно по вот как раз-таки той игре, о которой ты говоришь. Это вот касается как раз-таки вопроса, который ты поднимал. Выйдет ли она на PlayStation 4? Да, навряд ли. Я думаю, навряд ли. Просто прикол в том, что, ну, исходя из того, что показали, как бы вопрос. Да, тогда 100% вопрос. Просто видишь, я все веду к тому, что, к сожалению, между поколениями нету большого разрыва. И разработчики, ну, не знаю, как-то обленились. И вот этот вот... Знаешь, я вот, ну, не знаю, вот у меня такая чуйка, что девятое поколение, оно вышло слишком рано. И в целом можно было бы каким-то образом дожать восьмое, и потом уже, чтобы, знаешь, девятое поколение, оно не казалось каким-то промежуточным, да? А было вот полноценным, такой, вау, офигеть, как круто. Потому что все вот эти вот новшества, какие-то улучшения, которые есть в нынешних приставках, а-ля SSD, RTX и тому подобное в некоторых вещах, они все равно какие-то, знаешь, навязаны объяснительно. То есть, ну, нет, ну вот смотрите, у нас как бы SSD, вот видите, смотрите, вот у нас как бы прогрузки нет, а вот смотрите, вот у нас RTX, вот видите вот это отражение? То есть, а, ну да, точно, раньше, когда выходил новый проект, например, для Xbox One, тебе не объясняли. Когда выходил, например, там, Uncharted, бог войны, тебе не объясняли. Всякие RTX и SSD-шники и так далее, тебе просто показывали игру, и ты просто открывал рот и говорил, охереть, вот это круто. Сейчас вот это вот раскачивание, ребят, у нас супер-мега технологии, у нас там люмпины, у нас не люмпины и тому подобное. И ты такой думаешь, ну чуваки, ну что за херня? Макс, у меня здесь маленько другое мнение в том плане, что, смотри, в то время можно было удивлять играми. Например, каждый раз новая игра и графика и так далее. Это как сейчас новому телефону. То есть, мы сейчас создали что-то, вот айфоны, они выходят каждый год, например. Ты чем-то не удивишь, да, ты мог удивить тем, что телефон стал больше, то, что в Самсунге закладываются и так далее. Ты не можешь каждый раз удивлять, но почему все-таки кайф, что выходит новая технология? Почему до сих пор типа не старая? Я как минимум хочу новое железо, факт. Я хочу 60 фпс, факт. Как бы как люди хотят себе новую видеокарту. Почему? Потому что я хочу себе что-то хотя бы маленько другое. Хочу. Пускай это будет хотя бы раз в 7 лет. Но если бы мы до сих пор играли в 30 фпс, какие ролики я бы на свой ютуб канал записывал о том, что там ПК хуже, чем Плейстейшн? Ну это пиздец бы уже был. Ну реально абсурд. Я даже на 10.60 на своей РДР прошел в 45 фпс, там низко-средние. А на Плойке бы, например, прошел бы в 30. Ну типа все равно она должна развиваться, но надо понимать, что скачка сильного не будет. В любом случае. Потому что да, ты говоришь не вовремя. Вот как ты говоришь, не вовремя выпустили, но хотя бы новое железо дали. Но то, что она стоит настолько дороже, это неадекватно. Только когда Плойки там иксбоксы стоили по 70-80 тысяч, хотя суть Плойки в том, что ты ее за 40 купить должен. 70-80 тысяч они стоили в момент пандемии. Ну не было комплектующих, да. Не-не-не, там просто был дефицит. И это просто рыночный процесс, из-за которого ценник поднимают. Но прикол в том, что ценник на консоли по факту, он по-моему не повышался. Он как стоил 500 баксов. 500 баксов, да. Ну это у нас в России. Это в России, да. Это совершенно другой разговор. Хотя суть консоли, в каждом ролике говорю о том, что за 500 баксов ты покупаешь себе консоль. Какие 4К, какие и так далее. То есть 500 баксов, алло. Ну для нас это должно быть типа 1040, например. 40-50 максимум, например. Но они так и стоили по факту. Это потом уже перекупы, они накрутили и там подобное. Потому что дефицит. Но все равно как бы можно было найти. Вот я, например, свою консоль, Xbox Series, купил, по-моему, за 45, если не ошибаюсь. Плойку я купил за 43. Так он и выходит. Потому что я брал официально, я брал по предзаказу и так далее. Ну вот я думаю, что ты бы просто сошел бы с ума, если бы до сих пор играл в 30 FPS, потом зашел бы куда-то к другу или так далее, и увидел бы просто 60. Ну, мне кажется, ты бы прям расстроился. Слушай, если бы я не знал о этой разнице, и потом я вдруг ее увидел, да, меня бы это, возможно, забайтило. Но поскольку я знаю, не знаю, да, например, и если, например, устраивать список игр, которые идут так, то было бы пофигу. Честно говорю, если бы у меня была плойка 4, и не было бы плойки 5, и вышел бы, например, Spider-Man и туда, и туда, поверь мне, многие бы не купили плойку 5, скажут, да нахера, да я поиграю. Они ее и выпустили, чтобы продать 5 плойку, 100%. Ну, а по-другому здесь никак. Видишь, я почему-то думаю, что все сразу откажутся. Даже я думаю, что Малзморалис не выйдет, а он вышел туда и туда, потому что они, видимо, посчитали, поняли, что выпустить, например, на плойку 5 мы не заберем. Мы можем не забайтить. А давайте мы поддержим то поколение. Кстати, забавно получилось то, что плойка, она по новостям и по своим заявлениям хотела быстрее отрезать старое поколение, чем Xbox. Xbox хвалили, типа, о, блин, молодцы, вы поддерживаете Xbox One и так далее. Но по играм, эксклюзивным, получилось наоборот, что Xbox Series быстрее отрезал Xbox One, нежели PlayStation 5, плойка четвертая. Поэтому, опять же, тут все зависит от личных предпочтений. Но многие сидят до сих пор на плойке четвертой. Для меня это вообще забавно, то, что Сонька никогда не было проблем с играми. Они стали продавать, во-первых, игры на старую плойку, на четвертую, чтобы заработать бабок. Еще и на ПК выпускать кое-какой там порт, который весь лагает, там, Last of Us и так далее. То есть, как будто у вас так мало денег, что, ну, давайте уже туда выпустим, туда. Я вот этого вообще не могу понять. Вы либо не позорьтесь, либо, кстати, мы с Серегой разговаривали, у меня есть такая теория. Почему порты Соньки выходят на ПК то с проблемой с этим, с PCN, как с TUSIMA было, то Last of Us весь забагованный. Может, они хотят показать? Смотрите, крутая игра, но хотите нормально поиграть? Покупайте плойку. Может быть, они специально это делают? Я сомневаюсь, что такая огромная компания может не замороться, чтобы нормально, блядь, портатировать игры на ПК. Все, во-первых, зависит от студии, которая это делает, потому что она может действительно не справиться со своими обязанностями. А почему это так делают? Да, они собирают бабос. Это, знаешь, они байтят на следующей части, как, например, было со Спайдерменом. Они выпускают Спайдермена, все такие, губля, пизда, это игра. О, слушайте, выходит вторая, блин, придется плойку покупать. Вот и все. А что касаемо там, типа, не позорьтесь, что денег мало. Проблема в том, что сейчас, на самом деле, ну, у многих кризис и очень у многих большие затраты. То есть сейчас, например, сделать какую-то ААА игру, и чтобы она там окупилась, чтобы она точно зашла, ну, мне кажется, намного сложнее, чем это было в седьмом и восьмом поколении. Потому что было немножко другое время, были немножко другие реалии, было не столько много игр. Это, знаешь, например, попробуй сейчас выпустить какую-нибудь RPG-дрочильню. Это будет сложно сделать, потому что уже существует... Почему сложно, типа, Assassin's Creed Odyssey, например, RPG-дрочильню? Нет, смотри, по какой-нибудь новой IP. А, полностью. Вот, и в этом проблема. Почему? Потому что у тебя уже есть большой список игр данного жанра, и, соответственно, конкурировать с ними будет проблемно. То же самое, не знаю, попробуй выпустить какой-нибудь командный шутер, да, например, Concord. Вот, заметь, типа, блядь, нахер он нужен, если есть... Valorant какой-нибудь там... Valorant, и он тебе более бесплатный, понимаешь? И очень много конкурентов, ну, такой штуки. И еще самая проблема, что я вижу, чисто от себя, проблема. Многие стали сидеть больше в онлайне. Соответственно, когда выходит, как эта новая игра, они могут подождать, они могут купить на скидки, там, по скидкам и там подобное. И, соответственно, вот этот вот сбор урожая за 60 баксов он может, ну, дать уже не столько раньше. Если выходит, например, какая-то игра за, там, не помню, какие ценники были, 30 баксов, да, ты ее, ну, скорее всего, за 30 там будешь продавать очень-очень долго, потому что у тебя нет альтернатив, да, там, еще что-то. И раньше, ну, не было столь больших цифровых, не знаю, магазинов и столь больших, опять же, вариантов того, во что ты можешь поиграть сейчас. игр просто жопой жуй и действительно новые игры ты можешь просто не покупать. Поэтому все стало сложнее, проблемнее и по-другому никак. И поэтому как раз-таки многие, мне кажется, платформы-держатели и студии боятся выпускать какие-то хитовые АА-проекты, потому что вложение до хера, а выхлопа может быть ни хера. Вот, например, возьми тот же Hellblade, да? Я не знаю, сколько они там затратили, да, но они затратили. Да все, это действительно классный уровень. Что я уже про эту игру не слышу ничего, прошел месяц, все, про нее никто не говорит вообще. Ну, не месяца сколько, побольше, но хайп, да, хайп, да, вообще ушел. это как-то не стрельнуло. Но заметь, они потратили, они хотели выпустить, многие там были уверены, что это Супермен классная игра, может быть, она кому-то понравилась, вопросов нет, она сама в целом неплохая, но, например, при сравнении первой части она просто не выросла. От этого как бы, ну, ребят, я походил там и, ну да, спасибо. Это самая главная была проблема, я смотрел обзор и говорю, там типа есть и я не понял, за что я купил вторую часть. То есть никакого, то есть первая в этом привлекала, а вторая должна была что-то новое дать, но не дала. Типа, смотри, в этом проблема. Хотел поговорить про то, что выйдет PlayStation 5 Pro, Xbox Series Pro, что они дадут? Как мы общались с Серегой, подумали, что возможно все игры будут выходить в 60 FPS, но Серега говорит, нет, GTA может выйти даже в 30, хотя вроде бы, зачем покупать тогда PS5 Pro? Почему она не вышла в этом году и не выйдет? Потому что ей нужна коллекция игр, которая, ну, сподвигнет продавать ее. Оптимизован. Да. Соответственно, получается из GTA 6, то есть либо на PS, либо на Xbox получается. Слушай, ну, насчет Xbox Series X Pro тут, честно говоря, слухов уже не так много, то есть они, скорее всего, еще могут сделать новую консоль, которая выйдет просто на год раньше, чем новые консоли от плойки нового поколения, поэтому на Xbox Series X Pro я не надеюсь вообще, вот, а... Погоди, извините, я тебя перебью, а когда Series X выходил, он вышел раньше или просто из-за того, что комплектующих не было на плойке, вышел, ну, продавался больше? Слушай, а там разница была, на самом деле, не такая большая, то есть не разница год, там, по-моему, несколько месяцев, два-три, там не то, нет, это в момент выхода, по-моему, плойки 3 и 360, там был отрыв ровный в год, и якобы, ну, опять же, официально по слухам планируют так сделать Microsoft, то есть у них прошки я не ожидаю вообще в целом, вот, и они как бы по консолям сейчас не особо пытаются что-то сделать, там у них максимум слухопортативка, по-моему, ходит, но и то она может выпрыгнуть в следующее поколение. Что касаемо PlayStation 5 Pro, честно говоря, я не особо понимаю смысл при нынешних реалиях, не знаю, чем она будет байтить. Единственный байт, который в целом ее сделают успешной и привлекательной для многих, это опять же 60 FPS в GTA 5. Но стоп, но стоп, будет ли они или нет? Погоди, погоди, я Серега это говорил, какого хуя я, купив себе PlayStation 5, должен покупать PS5 Pro за 60 FPS в GTA 5 в том же режиме производительности? Я готов поиграть на PS5, почему я на обычной PS5 должен играть 30 FPS? Потому что она не тянет. все, тебе так скажут. Ну почему не тянут, ну разберись, типа залезь там, не знаю, в коды, в коды. Реально, реально покупать себе приставку ради 60 FPS, за которое будет в России явно стоить дороже 1000 на 20, по-любому. Выбор каждого, выбор каждого, то есть как бы тебя не заставляет это делать. В любом случае, например, если выйдет плойка, ну как и опрошка, то ты все равно можешь, например, поиграть в этажку пятую на PlayStation 5 простой. Просто опять же 60 кадров это под вопросом, но как бы тебе обоснует, но для этого нужна и опрошка. Я, наверное, не так задал вопрос, короче, когда выходила PS5, мне говорили, теперь гейминг 60 FPS, то есть раньше было 30, теперь 60, было 60, но, ребят, прошло 4 года, давайте теперь опять заплатите, чтобы вот прям в этот раз точно будет 60. Вот это для меня смешно. Ну, поздравляю, нас наебали. Да, мы мамонты просто. Мы заплатили за 60 FPS, нам говорят, ну вот если вы точно хотите 60 FPS, давайте еще 20 сверху. Слушай, ну, что касаемо GTA, если она будет технологически прорывной, ей это простят. Вообще, вот пофигу, но, вот, например, если спрашивать за 30 FPS в других играх, вот объясни мне, пожалуйста, почему на старте Redfall играл в 30 FPS? Почему, например, Starfield? Почему у вас на Xbox Starfield бы 30 FPS, это что за прикол? Как это может быть? Это, это действительно очень странная тема, и она не держится в маркетинге. Как это может быть 30 FPS? Я вообще не могу. Ну, чел, а тут такая, так скажем, позиция игры, она просто, она просто так сделана, ты с этим ничего не можешь сделать. Я понимаю, что это хотелось бы плавнее и там подобное, но вот все, таковы реалии. Вот так сделали, а что ты сделаешь? Там, понимаешь, прикол в том, что вот, а-ля вот эта вот мощь консолей, она лишь, ну, маркетинговый фактор, потому что до этого, посмотри, да, 12 Teraflops, там будет дофигищ всего, да там SSD, да, она всех порвет, что в итоге мы получаем? Не, настоящая 4K, да, иногда там, дай бог, там 60 FPS и тому подобное. Слушай, Макс, было глупо рассчитывать на реальную 4K, когда консоль стоит 500 баксов, алло, это понятное дело. тогда, когда выходил Xbox One X, там было нативное 4K в некоторых играх, поэтому... Ну и тут нативное... Нет, нативное это называется настоящее. Нативное называется настоящее 4K. А сейчас типа сабскейлингом? Ну, там есть какие-то многоходовочки, иногда 4K типа не настоящее, и в этом весь как бы прикол, что обещали одно, по факту другое, и 4K и 60 FPS мы видим не так много. Хотя в целом, опираясь на опыт, который был, именно Xbox One X, мы должны были это видеть чуть ли не во всех проектах, но так мы не получили. У нас сейчас ограничения, либо там, например, Full HD 2K и 60 FPS, либо 4K и 30 FPS, или там, не знаю, 45. Вот, но, да, таковы реалии. Просто, знаешь, поменьше нужно слушать рекламы, маркетинга и так далее. Просто сейчас я говорю, игровая индустрия, и в целом, вся вот эта тема, она больше стала какой-то пустозвонной, потому что если раньше, там, не знаю, говорили об игре, и она выходила практически такой же, то сейчас игра может тупо не выйти, хотя в целом, там, не знаю, уже дата практически стоит, это как, знаешь, Skullbone, который там анонсировали для Xbox One, который просто помер в момент разработки. Как так? Да и уже разработчикам верить, знаешь, типа, то, что сейчас выходит, например, раньше, когда вот, допустим, с 10 по 20 года выходили игры, это вообще, это что-то, ну, невероятное, то есть каждый год там что-то выходит, ты покупаешь, у тебя доверие компании и так далее, что сейчас выйдет, я, конечно, куплю, типа, PS5 Pro, во-первых, я хочу сделать обзор первым на YouTube, там, и так далее, то есть, все это, кайф, я поиграю в 60 FPS, но, я обижусь на то, что моя старая PS5 будет стоять и просто, блядь, незаслуженно говорить, почему на меня это не вышло на 60 FPS, хотя я консоль старого поколения, чем я отличаюсь, почему, ты смотри, когда ты обновил PS4 Pro, например, ну, я для себя говорю, на PS4 Pro с обычной, то есть, у тебя там, да, что-то поменялось, маленько лучше гравит, когда там шуметь стало, но, это не было прям пиздец разницей, то есть, ты либо хочешь, либо не хочешь, играешь на PS4 обычный, типа, то же самое. Стой, погоди, так на Прошке и на Xbox One X тоже были игры, которые были, по-моему, разные, ну, опять же, не знаю, как на Плойке, но на Xbox One X и на простом Xbox была разница, например, Forza Horizon 4, насколько я помню, на XE она была 60 кадров, на Xbox One она была в 30. Хочешь 60, пиздуй, покупай Xbox One X, не хочешь? На PS, короче, было пару игр, по-моему, Horizon шла в 40 FPS меж от 30, и Cyberpunk также лагал везде, то есть, зачем покупали, для чего? Непонятно. Вот заметь, если ты хочешь купить ради этого, значит, они делают все правильно, то есть, здесь они не, как сказать, они не думают с точки зрения, блин, вот Серега обидится на нас, если мы так сделаем, блин, да всем похеру, просто вот продукт, вот предложение, покупай, не покупай, вот и все, просто, опять же, нынешнее поколение, оно получилось промежуточным, то есть, оно не дало, ах, так сказать, нашим чувство, потому что мы уже видели 4К на там всяких прошках, Xbox on X, да, и, соответственно, чего-то супер, мега нового, кардинального, кроме там, не знаю, объяснительных RTX в некоторых играх или, не знаю, еще чего-нибудь, мы не получили, поэтому, да, чтобы как-то, не знаю, заработать еще больше денег на устройство, или как-то привлечь новых клиентов, они думают над прошкой. Видишь, я не переходил с поколения там седьмого на восьмое, как вот ты рассказываешь, потому что я вот, у меня, да, была плойка первая, была вторая, но я был очень маленький, то есть, когда я прям в сознательном возрасте, это была плойка четвертая, которая была в восемнадцатом году и так далее, то есть, я не понял перехода с третьей на четвертую, у меня его не было, то есть, как ты говоришь, типа, сейчас нет таких игр, а тогда, походу, они были, то есть, вот прям, чтобы вау обновиться, вот, я сто пудово покупаю себе новую консоль, потому что это ебать как круто, то есть, я не могу сравнить с этим. Вот, ну смотри, ты играл в оригинале Uncharted 3 или 2? Нет, только в ремастеры, то есть, я вот поэтому не могу с ремастерами. я смотрел на ютубе, когда футажи качал, это мыло вообще ужас просто, это даже стыдно показывать кому-то. Поэтому, когда ты включаешь после этого четвертую часть, которая вышла только под плойку четвертую, ты офигеваешь, вот, и поэтому, как бы такой байт и происходит, что вот она разница, офигеть, и между седьмым и восьмым поколением разница была довольно-таки огромной. Даже в одинаковых играх, то есть, капец как. Сейчас, например, этой разницы нет, потому что здесь есть шильдик оптимизона. Игра абсолютно такая же, это не порт, это не какой-то там обновленной версии, да, как было до этого, там, не знаю, сравни, ярый пример, какие-нибудь игры по типу пиратов Карибского моря, там, на PlayStation 2, на PlayStation 3, ты поймешь, что это был порт, да, и так далее. Вот, на 360-м боксе, Xbox One, блоки 4, и слэш, там, PlayStation 3 было то же самое, то есть, выходила колда, например, одна часть, я не помню, какая, она была сделана только под PlayStation 3. Да, они же разные, разные игры выходили, разные игры выходили, как Harry Potter и так далее, типа, я про все это в курсе, конечно. Да, 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 и вот, и, соответственно, как бы тогда, когда тебе предоставляли новый experience, ты, вау, хотел это, а сейчас такого нет, потому что прогресс, мне кажется, он не так быстро движется, и, соответственно, ты получаешь шильдик, ты получаешь больше количества кадров, вот, например, чтобы ты понимал, разница в колде, я просто запускал, там, не знаю, Xbox One, Xbox Series, это совершенно разное поколение, игра одна, но, там, например, мыло, и сколько там, 45-30 кадров сброса, да, здесь 60, вот, хочешь покупай, хочешь не покупай, игра одна, типа, твой выбор. Ну, и, наверное, напоследок, заканчивать уже будем, как бы ты посоветовал бы людям, что покупать, PlayStation 5, либо Xbox, понятно, что у тебя канал с Xbox, расскажи людям, почему все-таки ты бы посоветовал покупать Xbox? Кто-нибудь тебе это сказал? Не, на самом деле, я здесь вообще никогда не принципиально в выборе, то есть, у меня нет такого, я веду канал про Xbox, значит, я всем должен посоветовать Xbox, если вы придете ко мне советом, какую консоль купить, в принципе, как многие приходят, я вам, ну, хотел бы посоветовать консоль, которая бы подошла именно вам, то есть, исходя из ваших предпочтений, потому что, вот, знаешь, мои знакомые, когда выбирали себе консоль, там, во времена Xbox One, они спрашивали, типа, ты вроде как шаришь, там, и так далее, подскажи, какую брать, я не говорил, типа, блин, чувак, бери Xbox, это 100% твое, я просто спрашивал, что ты хочешь, например, ты знаешь, игру Uncharted, там, бог войны, да, знаю, хочу играть, бери плойку, все, то есть, как бы, исходя из потребностей, если ты хочешь, например, экономия, более доступный гейминг, если ты хочешь, там, не знаю, не знаю, там, более какую-то открытую систему с обратной совместимостью, да, если вдруг у тебя игры остались для 360-го бокса, бери, например, Xbox, он тебе подойдет больше, но я всем всегда советую одно, берите консоль по играм, потому что консоль вы берете именно ради них, не было бы игр, не было бы игр, просто сейчас становится тяжко тем, что я недавно даже ролик упускал, потому что мне очень много людей просило, я сравнивал, как бы странно это ни звучало, PS4 Pro с Xbox Series S, да, это абсолютно разные, ну, поколения и так далее, но кто-то хочет игры от PS4, кто-то хочет в новые игры просто играть, я все равно пришел к выводу, к тому, что либо, если хотите все-таки эксклюзивы, либо копите на пятую плойку, если все-таки просто хотите поиграть, покупайте себе Xbox, ну, Series S, например. Здесь, знаешь, вот мой совет был бы так, если бы мега коротким, если у вас мало денег, вы бы хотели поиграть в новые старые игры, берите Xbox Series, если вы хотите, например, поиграть в эксклюзивы Sony, да, если вы там, например, не хотите поиграть в новые, супер-мега новые, по типу Spider-Man 2, и вам достаточно восьмого поколения, берете плойку четвертую, потом продадите, когда-нибудь купите плойку пятую, если вы хотите в новые эксклюзивы играть, берите плойку пятую, можете взять Slim, она в целом не такая, по-моему, дорогая, вот, если вы хотите, например, взять подписку Game Pass, и тому подобное, и вам важно 4К разрешение, то ваш выбор Xbox Series X, потому что все легко и просто, на самом деле, а тут нет такого, что вот, 100% берите это, потому что по-другому, здесь нет, к сожалению, идеального выбора, всегда есть минусы и плюсы, всегда выбирайте то, что нравится вам. Ребят, такой получился подкаст, мне показалось, просто офигенно, посидели, прям лампа, никаких споров, ничего, вот я за Соньку, Макс за Xbox, и мы при этом все обсудили, вот просто было на лайте, согласись, я даже забыл, что мы с тобой разный лагерь представляем, в один момент, да, да, было лейтово, да, все было круто, ребят, если понравился ролик, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, скоро у меня уже 5000 подписчиков будет, ну, почти Макса догоним скоро, и обязательно на канал Макса тоже подписывайтесь, и поставьте лайк, если вам все, если вам все понравится, запишем еще какой-нибудь подкаст, возможно, там зимой и так далее, когда будут какие-то крутые новости, если понравилось, как все было, еще раз поставьте лайк,